Поехали! Продолжаем разговор. В единстве эта тема сегодняшнего нашего живого эфира автор-сказитель Андрей Родионов представляет Славянское Объединение и Возрождение. Мы переходим ко второй части, как и было обещано. Она будет полностью строиться на вопросах и репликах, которые в чате Народного Славянского Радио на сайте slavradio.org появились в разделе чат. И также вопросы и реплики берутся из нашего канала на ютубе youtube.com.slavradio. Первый вопрос появился от Валерия Валерьевича в эфир в 20 часов 14 минут. Есть такое. Объединяться нужно. Но это реплика, а не вопрос. Далее. Олег Семенюк. Вопрос в эфир из Иркутска. Здравия, Андрей. Есть ли твои координаты ВКонтакте, чтобы объединиться для начала в информационном пространстве? Да, отвечаю. Вначале я хочу маленькую тоже реплику. Я вот уже глазами пробежал, скользь, значит, вопросы. Ну вот хочу сразу отметить. Вот смотрю, говорим, разжевываем, раскрываем, а некоторые люди все равно не понимают, о чем идет речь. Даже вроде бы уже, ну я так понимаю, подготовлены хоть частично. И невольно вспомнил такую хорошую фразу. Я несу ответственность за то, что я говорю, но не несу ответственность за то, как вы это понимаете. Вот действительно, к сожалению, я много раз замечал, что вот как бы не разжевывал, как бы не объяснял, как бы вот, ну мне вот кажется, вообще банальные вещи мы обсуждаем. Но, тем не менее, я понимаю, что это нужно обсуждать постоянно. Вот, тем не менее, все равно люди вот, к сожалению, как-то по-своему интерпретируют. Вот, надеюсь, друзья, что будете как бы все-таки внимательнее слушать, не торопиться делать какие-то выводы. Вот, старайтесь, те, кто пока, может быть, преждевременно уже поторопился сделать какие-то выводы, не торопитесь, разберитесь. Вот, подумайте, послушайте, посмотрите наши информационные ресурсы. Вот, ну ладно, это так, к слову. Значит, по поводу вопроса отвечаю. Олег Семенюк. Значит, координаты есть в ВКонтакте, конечно. Я уже говорил, что Андрей Родионов, Севастополь. Вот, наберите ВКонтакте просто Андрей Родионов, Севастополь. И, пожалуйста, там 31 год мне полный, там это все указано. Я думаю, вы должны меня найти. Либо заходите через сайт ищите, либо через наши... А, можете еще зайти в наши группы, набрать в соцсетях «Славянское объединение и возрождение». Вам сразу выдаст массу информации, все наши ресурсы. В Одноклассниках есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и сайт наш. И там, если внимательно посмотрите, там есть наши e-mail, и в администраторах числюсь. И я, как создатель, внимательно только посмотрите, не торопитесь, как говорится, сдаваться. Посмотрите, там все-все-все указано. И внимательно, если вы изучите, то найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Хорошо. Мне вспоминается тоже такая присказка. Я отвечаю только за свои слова, но не отвечаю за то, что говорите вы. Поэтому про меня очень часто много что говорят. Дальше продолжение. Но я за их слова не отвечаю. Пускай себе говорят. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Русь Ведическая пишет. Предлагаю создать Народную славянскую партию из числа подписчиков радио. Прямо как на митинге. Ну, я хочу сказать, что человек в правильном направлении мыслит. Единственное, я хочу сказать, что я противник каких-либо партий. Я считаю, что партия в переводе на русский язык означает часть. Ну и фактически частью является. То есть, что такое партия? Партия – это группа людей, объединенных для отстаивания каких-то своих политических, социальных и прочих там идей политическим путем. Ну и стремление, конечно, это приход к власти для того, чтобы уже, конечно, что-то менять. Поэтому партия, конечно, это хорошо. Действительно, нужно стремиться к тому, чтобы занимать какие-то руководящие позиции. Но все-таки я считаю, что делить и дробить великий русский, славянский и вообще наш в целом народ на какие-то партии, мне кажется, не совсем удачно. Вот поэтому в данном случае мы все-таки, хотя, конечно, сразу оговорюсь, в условиях реальных, конечно, ну, наверное, без партии никуда. Но с другой стороны, даже при тех же реальных условиях, современных, даже создав партию, ты тоже никуда. То есть, получается, в принципе, и без нее никуда, и создав ничего не поменяется. Поэтому наша позиция, моя личная, все-таки такая, что вот мы лично идем путем общественно-политического движения. И, учитывая, что партия, это все-таки может действовать в рамках одного государства, мы, в общем-то, отказались от этой идеи. Ну, и вообще, еще раз говорю, это не так легко, реальную какую-то рабочую партию создать, такую серьезную, не просто там на словах, а реальную. Поэтому мы реалисты, и, ну, в общем-то, нам это не надо. Мы в какой-то степени даже ставим более глобальные задачи. Мы именно ставим объединение всех славян. А объединившие славяне там уже постепенно сами определят, не Андрей Родионов, либо Алексей Орлов им будут указывать. А все мы со временем, вырабатывая вот эти наши концепции и объединяясь лидеры, будут фактически вырабатывать тот будущий путь, по которому и пойдут славянские народы. Славянский народ единый. Вот. То есть, поэтому на данный момент я хочу сказать, что партии, я считаю, какие-то конкретно славянские, может быть, и не нужны. Вот. Но если говорить о политике, то я говорю, наше движение, оно общественно-политическое. То есть мы, в общем-то, хотя я не люблю это тоже слово политика, как правило, когда говорят о политике, то подразумевает что-то очень такое грязное, и действительно так оно и есть. Вот. Но мы, конечно, подразумеваем не это. И когда говорим о политике, то подразумеваем какие-то реальные дела, которые мы по мере сил, возможностей что-то делаем. Вот. Но не все, конечно, у нас получается как бы об этом говорить, публиковать, что-то остается за кадром. Но, тем не менее, поверьте, мы стараемся серьезно работать на объединение наших народов и наших братских государств. Вот. А вообще, вообще вот по поводу славянская народная партия, вот точно в таком... Вот. Образи, точно в такой интерпретации, это, в общем-то, мы, в частности, вот и обсуждали в свое время, говорили. То есть действительно емкое, хорошее название. Но у нас в движении сейчас сформулирована такая политическая доктрина, как славянский ведический социализм. То есть вот мы выступаем за славянский ведический социализм. То есть это конкретно вот наша такая политическая, так скажем, общественно-политическая, ну так скажем, доктрина, идея. То есть вот сжато кратко здесь собрано все. То есть первое, это славянская культура, славянский дух, славянские традиции. То есть фундамент, вот этот славянский мир, то есть культура славянского мира. То есть вот этот фундамент именно, который может противостоять вот этому западническому упадку. И, значит, в свою очередь ведизм, ведическая культура, то есть это прежде всего не только как бы родноверие, как кто-то может воспринять, а прежде всего ведическое, то есть с точки зрения понимания. То есть 21 век, хватит уже верить, пора уже знать. Поэтому веды, это прежде всего знание веды. Поэтому мы за вот такое славянское движение на основе знаний, прежде всего, на основе ведической, исконной, родной культуры и традиций, то есть и знание, и культура, и традиции славянского народа. Все это должно быть в совокупности. И плюс наша социальная позиция, это социализм, народовластие и социально справедливое общество. То есть без олигархов и, конечно же, действительно то общество, при котором у всех будут равные возможности. Мы выступаем в данном случае за смешанную экономику, при которой должны быть национализированы стратегические направления, государственные нефтедобывающие, газ, никель и прочее, прочее, прочее. Именно государственные стратегические направления промышленности. И, соответственно, на рыночных отношениях должны строиться взаимоотношения бизнеса на среднем и низком уровне. То есть тем самым получится действительно вот та самая золотая середина, при которой и будет контроль государства, то есть самодержавие, вот то, о чем мы говорим, над стратегическими направлениями отраслей государства нашего. И в то же время будет дана возможность на среднем и мелком уровне бизнесу действительно конкурировать по принципу рыночного самоопределения. То есть это действительно вот единственная золотая середина, которая должна быть. Нам все время предлагают какие-то тухлые яблоки. Ребята, возьмите, значит, либо одно, либо другое. Мы говорим, ну там у вас за спиной целые вкусные хорошие яблоки. Это нетолерантно, это не для вас. А вам, пожалуйста, вот хорошие червивые, посмотрите, какие хорошие. Либо, значит, обязательно коммунизм и никакой частной собственности. Либо оголтелый капитализм и никакого социализма. А вот, собственно говоря, золотая середина, ну это как-то не для вас. То есть вот получается, обманывают людей и фактически все время предлагают тупиковые пути, чтобы народ тратил свое время, шел-шел, как говорится, строили-строили коммунизм, оказалось, пришли к капитализму. А почему? Да потому что изначально не туда шли. Поэтому, как говорят, прежде чем куда-либо идти или что-либо делать, надо четко понять, значит, к чему мы это делаем и куда мы идем, и что мы в итоге хотим получить. И когда мы понимаем последующие шаги четко, тогда мы, соответственно, уже не ошибемся. А если мы идем лишь бы идти, ну это как бы тупик. Вот. Поэтому вот наша позиция славянского ведического социализма, она уже есть, она озвучена, мы ее всячески популяризируем. Вот. Ну и кто хочет, я думаю, не надо создавать колесо дважды. Тем самым, опять-таки, работая в какой-то степени на раскол. А на своих местах организуйтесь, самоорганизуйтесь, выходите на связь, давайте переговорим, установим какой-то контакт, обсудим. И если действительно есть желание, если действительно есть возможности, будем работать. Ну, раз уж про места сказал, давай тогда коснемся вопроса, связанного с местом. Санек и Ефанов, вопрос в эфир. В каких регионах есть такие организации и есть ли на Алтае такие? Ну, на Алтае пока нет, но вот если Санек готов организовать, то можем считать, что тогда, наверное, появится. И, наверное, было бы очень хорошо, если бы на Алтае появилось, потому что земли там, в общем-то, такие сакральные, места сильные. И я думаю, конечно же, знамя Рюрика должно там подняться и никогда уже не опускаться. Поэтому на данный момент, к сожалению, пока нет. Но будем работать в этом направлении, конечно же, чтобы были люди и там. А что касается по России вообще, то я уже говорил, что есть много в каких городах, перечислять не буду. в очень многих. Есть отдельные какие-то сторонники, есть и группы людей-единомышленников, которые именно разделяют наши идеи и выступают от имени нашего движения. Опять-таки, еще раз говорю, мы не зацикливаемся на какие-то там юридические формальности, нам это не важно, нам это не суть важно. Хотя мы официально, организация зарегистрированная, то есть это факт. Но главное у нас направление сейчас, это все-таки Москва, Санкт-Петербург, Крым, Севастополь. То есть города федерального значения, где наибольшее количество людей проживает. И соответственно, так скажем, некий такой условный авангард. Хотя, еще раз повторяю, мы не против открытия отделений даже в маленьких деревнях, если там есть желающие. То есть мы, в общем-то, всегда идем на контакт и стараемся помогать, наоборот, людям, которые, может, хотят что-то сделать. Но для начала как-то вот их надо как-то направить, помочь им. То есть, пожалуйста, опять-таки, обращайтесь на наши ресурсы, выходите на связь со мной лично, либо с другими людьми. Давайте работать, трудиться. В общем, поднимаем знамена по всей Руси Великой. Не только даже Руси Великой, а уже подняты знамена в Польше, Македонии, во многих городах, в Сербии, значит, в Белоруссии, в ЛНР, ДНР. В Казахстане есть наши представители. Хотя, вроде, Казахстан совсем не славянское государство. Но, тем не менее, казахи, я думаю, как-то исторически. И я все-таки надеюсь, нам так близки, во-первых. А, во-вторых, там же огромное количество славян, русских, проживает. Поэтому, в любом случае, я считаю, Казахстан в рамках русского мира это часть нашего мира. И однозначно то, что сейчас происходит в Казахстане, такая антирусская позиция. Она, вроде, пока еще не такая ярко выраженная, как на Украине. Но, тем не менее, тенденции нехорошие, уже заметные там. И уже заметен большой отток русскоязычных людей. Кстати, сами даже казахи возмущены вот этим навязыванием национального своего казахского языка. Обязательно что-то его надо изучать. Везде только на казахском. То есть, людей это очень сильно огорчает. И даже казахи сами, многие уезжают в Россию, потому что не приемлют вот такое вот сугубо национальное давление. Ну, когда-то до 30-х годов он назывался все-таки Казахстан. Казачий Никстан. Ну, так точно. 36-й, насколько я помню. Вот. Так что все там, традиции все на месте. Да, народу много уехало. Но ничего, все восстанавливается. И я думаю, что когда уезжают русские люди, то те, кто их сначала гнали, с таким восторгом гнали, как будто травили, как волки травят, или как собаки травят, наоборот, то потом они начинали хвататься за голову. А что ж теперь нам делать-то? Кто ж теперь нам будет помогать все это восстанавливать, создавать и так далее? Уже это в многих республиках проходили. И теперь многие говорят, а вот при Советском-то Союзе лучше было, когда мы вместе с русскими-то жили. А по поводу Руси я имел в виду, Русь не то, что Российская Федерация. Я имел в виду ту самую Русь, которая имеет значение светлой, находилась к северу от экватора, занимала все северное полушарие, а местами и на южное полушарие большими частями заходила. Вот это для меня Русь. Вот это вот исконная держава. Так что вот Русь я имею в виду такую. Ладненько. По поводу Алтая. Приглашают там семинарами летом. Где-нибудь с 15-го это в районе Каменск-Уральска. Где-нибудь там 22-й это Новосибирск. А вот потом дальше Алтай. Может, на Алтае встретимся, Санек. А там поговорим. Дальше. Вера Макеева. Вопрос. А если вас пригласят объединиться с уже существующим движением, организацией, которая более известна? Ну, я сразу ответил, что если таковые есть, мы готовы, пожалуйста, объединяться. Но я уверен на 99,9%. Как говорится, на 100 только Бог уверен. Что других организаций международного плана, которые бы имели бы сугубо такую конкретную четкую структуру отделения, выступали под общим флагом на тех принципах, на которых выступаем мы, даже близко таких я не знаю. Однако сразу могу сказать, что есть не менее крупные организации. Например, Всеславянский Союз, который возглавляет Платонов, такой Олег Анатольевич. Мы с ними сотрудничаем. Они во многом стоят на принципах таких... Ну, я бы не сказал, что... Да, на принципах православного христианства, но не только. То есть у них вообще задача именно объединения всех славян. То есть они стараются вообще эти вопросы не затрагивать и объединять всех. Ну и отлично. Мы тоже, я же еще раз повторяю, прелигиозную признаку не делимся. И отстаивая свои интересы, пробуждая действительно людей, интерес к нашему традиционному и исконному, мы не против каких-то других, более поздних страниц нашей истории. Кому нравится, ну пожалуйста. В конце концов, действительно, это надо знать. Это наша история. Там тоже были свои плюсы. Опять-таки, православие, я думаю, тут тоже ни для кого не секрет. Это же во многом... Почему, например, православие имеет такой конфликт с католицизмом? Почему? Потому что православие, оно во многом пропитано и за основу взяло именно ведическую, дохристианскую культуру. Поэтому оно более такое, скажем так, справедливое по сравнению с католицизмом. Поэтому тут тоже нельзя сказать, что все что-то там чуждое. Там тоже есть какие-то крупицы, какие-то моменты, какие-то основы, которые тоже вполне можно использовать сейчас во благо объединения, ну как минимум славянских людей и возрождения какого-то национального самосознания. Почему нет? То есть, в принципе, я еще раз говорю, вот есть такая организация, мы с ними объединились не так давно и сотрудничаем. Есть разные другие политические партии, организации, которыми мы тоже сотрудничаем. С кем-то более тесно, с кем-то менее... Опять-таки, на наших ресурсах информационных информации об этом есть. Заходите, смотрите, мы ничего не скрываем. Поэтому есть какие-то маленькие организации, ну давайте присоединяйтесь, будем работать. Еще раз говорю, мы же не говорим о том, чтобы кто-то куда-то вливался, исчезал и все. Нет, о том речи нет. Вот как было отделение, так оно остается, например, организация какая-то где-то. Но присоединившись к более крупному, оно фактически получает помощь от более крупного, то есть в какой-то степени уже может рассчитывать на наши общие возможности. И в то же время укрепляет более крупное своим присоединением. То есть банальные вещи. Тут, как говорится, как колесо, ничего нового не придумано. Только надо брать и работать, использовать. Поэтому если есть какие-то организации, которые хотят с нами переговорить и сотрудничать, если это действительно конструктивная организация, если это действительно люди серьезные, то, конечно, мы за... А не какие-то там проплаченные фрики, типа «Суть времени» Кургиняна и прочее, то, конечно, нам такие люди неинтересны. Уж извините им за откровение. А так все адекватные, кто стоит действительно на народных началах, кто действительно на первое место ставит идею, хоть как-то соприкасающуюся с нашей, а не свои личные шкурные интересы, то, конечно, мы всегда будем рады общению и уверен, что мы найдем общего. Ты знаешь, такие вопросы часто возникают у людей, которые отравлены цивилизацией, и они смотрят на то, что происходит вокруг них. То есть это не провокационный какой-то вопрос, на мой взгляд, это просто от того, что происходит. Сейчас они видят. То есть есть конкуренция, есть такое понятие в бизнесе – поглощение. Большим – малого. И вот многие партии показывают о том, что такой образ же у них проявлен, как и в бизнесе. Одна партия якобы сливается с другой, и где больше членов, вот становится эта единая партия с названием той партии, где больше членов, ну или как там они договариваются о новом названии. Таких примеров огромное количество, и вот исходя из этого возникают такие вопросы. В державном же представлении все несколько по-другому. Там нет поглощения, там есть соединение людей, которые мыслят таким образом. Соединение и взаимодополнение. Да, чтобы не разрушать, не порабощать, не подчинять, а жить по кону, по устою, которое всегда было свойственно всем нам. Алексей, мы с тобой это понимаем, понимают еще многие это. А многие люди действительно, ты абсолютно прав, вот то, о чем мы с тобой говорим, и что для нас с тобой очевидно, люди не понимают, они зацикливаются на каких-то юридических формальностях, еще на чем-то, не понимая, что мы народ, это и есть власть, источник власти. Вот мне когда говорят, кто твой бог? Я, во-первых, как бы всегда говорю, что, ну так философски ухожу от ответа, я говорю, я как бы философ, я не люблю там конкретизировать, том или та. Я знаю, что бог есть, и я уже свою позицию об этом озвучил, что, конечно же, я сторонник наших традиций, культуры. Но когда говорят конкретно, а вот какой там ты видишь бог? Я говорю, мой бог, это мой народ прежде всего. Мы прежде всего наш бог. Наши предки живут в каждом из нас. И наши предки, это и есть наши боги, прародители. И в каждом из нас это есть. Потому и мы фактически являемся потомками наших богов. Как в очень хорошем советском фильме, Русь изначально, когда Волк говорит, ну, родичи тоже бывают, что ругаются где-то. Так вот я хочу сказать, в том числе, вот, кстати, и про украинцев, да. То есть брат, может быть, не всегда прав, но он всегда останется братом. Так вот для меня, я и как бы на Донбассе, ну, скажем так, принимал активное участие в тех событиях, которые там происходили. И не я один, и другие ребята, некоторые с нашего движения. Но я хочу сказать, что несмотря на это, я все равно никакой ненависти не испытываю к украинцам, к малоросам. Я четко разделяю, например, вот бандеровцев с их античеловеческой, нацистской идеологией, антироссийской, антирусской. И обычных украинцев, которые, ну, либо просто, так скажем, попали под влияние вот этой западной пропаганды, ну, скажем так, либо просто вынуждены там жить через не хочу. К сожалению, такое тоже есть. Вот. Поэтому мы, я лично, не испытываю никакой ненависти к украинцам. Я считаю, что это... Да, я считаю, что мы один народ. Один народ. Русские, украинцы, белорусы, это один народ. Три едины, три едины, но один. Русский народ, или там русичи, как бы это уже не важно. Малоросы, великоросы, белоросы, но в любом случае это один народ. И, значит, вот это я как бы понимаю, да, то есть для меня это четко и ясно. Но я даже в данном случае в какой-то степени закрываю глаза на то, что некоторые, многие говорят, вот и вот украинский народ, украинский. Я понимаю, что уже за сто лет люди привыкли называть себя во многом украинцами, и под малоросами подразумевают, под украинцами подразумевают малоросов, а фактически многие вообще являются и русскоязычными, и под уху-то, и по крови, быть может, даже фактически великоросами, то есть так, но называют себя украинцами. Вот. Но я и говорю, даже в этом случае никакой агрессии я не испытываю абсолютно. Я считаю, что мы все братья, и враг у нас один. Это те, кто поднимает оружие на своих же. Вот это враги, как бешеные собаки, которые кидаются на своих же. Какие бы у нас не были разногласия, но брать в руки меч и убивать, как говорится, наших братьев, друг друга, ну, это предательство перед родом. Поэтому, вот, я считаю, как говорится, ну, это однозначно. Без комментариев. Поэтому мы всегда готовы к объединению, всегда готовы к конструктиву, и для нас все славяне, это наши родственники. Дмитрий Полушкин, реплика в эфир. Готов к объединению здравомыслящих людей в Эстонии. Дайте знать, есть ли кто. Ну, в Эстонии, к сожалению, пока никого нет, хотя там в Прибалтике есть отдельные люди, которые нам симпатизируют. Ну, может быть, их даже там не так уж и мало, может быть, там сотни. Но, вот так, чтобы конкретно какие-то люди, я пока такого контакта не имею, то есть, на меня не выходили такие люди. Поэтому, ну, опять-таки, там очень сложная, я так понимаю, тоже антироссийская позиция у них там в Эстонии. Поэтому там, наверное, в какой-то степени это еще сопряжено с рядом трудностей серьезных. Вот, может быть, люди опасаются как бы за себя. Хотя, я считаю, опасаться, конечно, надо, но это не повод отказываться от борьбы. Потому что тот, кто борется, имеет возможность победить, а тот, кто не сопротивляется, тот точно никогда не победит и будет рано или поздно либо уничтожен, либо будет вынужден играть по правилам победителя. Все очевидно. Вот, поэтому пока в Эстонии нет, но если, может быть, появятся желающие, вот, или, например, вот в частности Дмитрий, может быть, пожалуйста, выходите на связь, будем общаться. Далее, Александр, вопрос в эфир. Мешает объединиться бытовая проблема, бытовые проблемы, отсутствие общих дел, как сказитель считает? Или кто-то еще? Ну, я уже отвечал на этот вопрос еще в начале нашего общения. Бытовые проблемы, безусловно, мешают, и бытовые проблемы создают тоже специально. То есть, система так устроена, вот эта вот матрица, так скажем, именно потребительская матрица, в которой люди, вот смотрите, фактически люди, если раньше раб, его кормили и прочее, и он там работал, то сейчас создали видимость, как будто человек свободен. Но фактически, посмотрите, в большинстве случаев людям хватает зарплаты только для того, чтобы себя прокормить в течение месяцев, довести на работу, увезти с работы, одеть и работать, 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 работать. То есть, только о хлебе насущна мысль, а если у тебя появляются какие-то деньги, тут же рядом, чтобы, не дай бог, у тебя не скопилась какой-то приличной суммы для того, чтобы ты не задумался о каком-то развитии бизнеса, тут же тебе потребительское общество предлагает вот айфон, вот мерседес, хотя, быть может, он не нужен, но у Васи Пупкина соседа есть и у Люси там какой-нибудь, значит, и мне нужно, хотя люди не задумываются абсолютно, а нужно ли? Ведь в большинстве случаев не нужно совсем. Но, тем не менее, идут, вот как белки в колесе по этому кругу и тратят свое время, тратят свою жизнь, потом в старости вдруг понимают, что ничего они не достигли, всю жизнь работали, 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 а зачем они жили, для чего? Ну, так, в общем-то, и не поняли, для чего они в этот мир пришли. Вот. Поэтому, конечно же, создают специально условия, при которых человек думает только о хлебе насущном и не может взять книгу, почитать. Потому что, если человек начнет читать хоть какую-то бесполезную книгу, рано или поздно он поймет, что она бесполезна, начнет читать более и более и более полезную литературу. Вот. И автоматически, рано или поздно, все равно будет приходить к той истине, к которой мы сейчас с Алексеем Орловым разговариваем. Вот. И поэтому, конечно же, тем, так скажем, паразитам, которые хотят, чтобы народ и далее был вот в таком неведении, и чтобы народам было проще управлять, конечно же, им невыгодно, чтобы народ пробуждался, чтобы информация шла в массы. Поэтому, конечно же, создают фактически искусственные вот эти экономические трудности, и войны создают опять для этого. Вот я, например, серьезно опасаюсь, что, ну, похоже на то, что в ближайшее время и под какую-то, ну, наверное, не мировую все-таки, но серьезную, локальную войну подталкивают Россию, чтобы опять более-менее вот такой возрождающийся, как бы русский мир и русский народ опять толкнуть в какую-то смуту, в безумие. Вот, поэтому надо быть очень внимательными. Вот, поэтому, конечно же, искусственно создают эти бытовые проблемы, и не только бытовые, а многие другие. Вот, это однозначно. Так далее. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Здравия, Андрей. Как можно эффективно разбивать информационные блокады стратегически, по-вашему? Благодарю. Я вот как раз дополню ответ перед этим, там еще было сказано, может быть, мешает отсутствие общих дел. И одновременно Геннадию Романенко отвечу. То есть, очень хорошо, как бы здесь получается, что действительно, вот, как лучше разбивать блокады, и мешает ли отсутствие общих дел. Да, действительно, вот лучше всего способствует объединению, это объединение вокруг чего-то. А объединение вокруг чего-то дает, как говорится, стимул, стимул дает результат, а результат, в свою очередь, является лучшим показателем. Как я говорил, судить по поступкам, по делам. Когда люди со временем начинают видеть, что у них что-то получается, они уже чувствуют уверенность, и, соответственно, идут дальше, дальше, дальше. Вот. Поэтому, ну, это как бы и на предыдущий вопрос я дополнил, и уже отвечая непосредственно на вопрос Геннадия, я хочу сказать, что продолжить. Значит, чтобы грамотно разбить стратегически вот эту информационную блокаду, нужно прежде всего больше и больше на местах показывать работу и во всех направлениях распространять идею нашу, общаться, создавать общество, объединяться. И главное, главное, вот два момента. Первое, это действовать в рамках закона, потому что, как говорится, нас всегда пытаются толкнуть в неправовое поле и выставить потом некими маргиналами, которые, вот смотрите, они же террористы, преступники, нацисты, как угодно, фашисты русские и прочую глупость, наговорят, значит, лишь бы только оттолкнуть от нас наш же народ. Поэтому нужно действовать грамотно, нужно действовать в рамках закона, на нашей стороне правда, мы ничего противозаконного не думаем и не замышляем, мы действуем исключительно в рамках закона и в рамках закона нужно действовать, а вот как раз-таки наши неприятели, они как раз-таки действуют в рамках незакона, то есть постоянно закон нарушая и подстраивая его под себя ради своей корости. Поэтому им-то как раз-таки вот, и надо прежде всего бояться этого, они этого и боятся. Вот, поэтому нам, грамотно объединившись и идя таким конструктивным законным путем, надо показывать больше результата и, соответственно, больше тыкать их, скажем так, мордами наглыми вот этих вот чиновников, проворовавшихся и коррупционеров, которые воруют из нашего же кармана в их грязные делишки и путем закона опять-таки стремиться привлекать их к ответственности. Все в рамках закона. И еще хочу сказать, что самая большая беда, которая сейчас вот есть, это ну, во-первых, отсутствие национального самосознания, я говорил, а второе, вот если говорить про дело, это неготовность людей вот идти до конца, бороться, неуверенность в себе, то есть отсутствие лидерских качеств, то есть людям все время говорят, за вас там вот партия решит, еще кто-то, да чушь, это все люди. Каждый на местах должен стремиться именно делать то, что может. Главное, конечно, руководствуется принципом медицинским не навредить. Вот это, конечно, правильно, но работать и что-то делать во благо нужно. Вот, поэтому я что хочу сказать, вот бывает, начнут что-то делать, раз, не получилось, там где-то за что-то борются, где-то у кого-то из дома кого-то выселяют, раз, два, на митинг сходили, ничего не получилось, да, ладно, и пошел пить водку. Но это неправильно. Нужно три, четыре, пять, сто раз идти вперед до тех пор, пока не будет того результата, который нам нужен. И рано или поздно, он в любом случае будет. Может, не сто процентов, как мы хотим, но какой-то будет. А если мы, конечно, будем сдаваться через две-три попытки, ну тогда лучше вообще не начинать. А если не начинать, тогда ситуация, не удивляйте, что она будет все хуже, хуже и хуже. Она и будет хуже. Если вы даете возможность за нас решать другим дядям каким-то непонятным нашу судьбу, так не удивляйте, что вы так живете плохо. Все мы так живем плохо. Ну, скажем так, не так хорошо, как минимум, да, вот как хотелось бы. Мы сами в этом виноваты, не кто-то виноват где-то, а прежде всего надо нам самим задуматься и нам самим сделать соответствующие выводы, что, как говорится, может быть, где-то какие-то неприятели у нас есть, да, и их много. Но, конечно, у великого народа всегда будет много врагов. У богатого государства всегда будет много завистников. Но так мы должны это понимать, мы должны чувствовать эту ответственность не только перед нашим народом, но и перед другими народами в мире. Что наш народ это народ победитель, народ освободитель, народ-созидатель, и мы несем ответственность не только перед будущими прошлыми поколениями, но и перед другими народами в какой-то степени. Ведь сейчас фактически мир делится, и делится он даже не на государственном уровне, а делится он именно, вот баррикады проходят по морально-нравственному разлому. То есть одни люди, это люди совести, одни люди, это люди чести, сторонники объединения, скажем так, всех конструктивных сил, вот как мы, то есть говорят об этом люди, делают что-то, а другие люди, ну это откровенные какие-то проходимцы, которые ничего не видят и не мыслят в рамках какого-то национального, государственного строительства, думают только о своих шкурных интересах. Ну то есть чисто паразитизм. Но мы-то это должны учитывать, мы-то не дети малые, мы должны это понимать. И соответственно и детей наших малых воспитывать в понимании, чтобы будущее поколение были еще более готовы. Если мы из поколения в поколение будем, как говорится, идти этой дорогой, если мы не будем сворачивать, если на место одного павшего будут приходить новые и новые люди, вот как хорошие стихи, куплет такой Алексея Мозгового был. Да и как был, он и есть. Вот я знал лично Алексея Мозгового и хочу сказать командир бригады призрак, вот отдам ему дань уважения и зачитаю его маленький куплет. Вот он написал эти стихи, когда был еще жив, разумеется, да? То есть, если я упаду, поднимите мой меч, не меня, только меч поднимите, не в разрывном строю русских витязей плеч не сгибаемо правду несите. Так вот, дело в том, что в том-то и вся идея наша заключается, что надо не какого-то отдельного лидера или какую-то отдельную организацию где-то боготворить или в кумиры себе записывать, а нужно вот эту нашу идею поставить на первое место и во имя ее уже фактически и разные организации как средства использовать, и объединяться с лидерами, идти за ними, если это действительно люди достойные и они своими делами показывают какие-то успехи. еще раз говорю, только по делам. Но в любом случае главное, я хочу всем пожелать, это именно твердости духа, уверенности и несгибаемой воли к победе. Идти, 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 идти. И ничего не бояться. Следующий вопрос Санек Ефанов задает. А если захочет в общину неславянин? Если захочет в общину неславянин, во-первых, я хочу сказать, что у нас не община, лично про нас, если я так понимаю, это вопрос нам задан. Значит, у нас есть в организации люди, сочувствующие нашим идеям и неславяне. Я уже говорил, что мы выступаем за объединение прежде всего братских славянских народов, но также и других дружественных нам, других каких-то народов, которые тоже, казахи, например, если они хотят быть с нами, к примеру. А такие есть, я знаю, конкретно. И отдельные представители от любой практически национальности есть, которые понимают, что будущее фактически в нашей этой идее. И они понимают, что их будущее во многом зависит от успеха реализации того, о чем мы сейчас говорим, от реализации тех идей, которые нашим движением поставлены. и фактически они поэтому и тянутся, и мы поэтому и говорим не только о славянском мире, а русско-славянском. Потому что, например, те же, например, якуты, они могут, конечно же, не назвать себя славянами, какие же они славяне, то есть они якуты, но в русский мир они гармонично встраиваются, потому что они фактически могут себя назвать русскими людьми по духу, по культуре, по языку, и фактически найти себе место как якуты в русском мире через культуру, через язык, ведь язык это и культура одной из основных связующих факторов. Поэтому никаких проблем в этом нет, если нормальные, адекватные люди порядочные хотят присоединиться, хотят помочь, почему нет? Это примерно то же самое, как если, тем более в нашей ситуации, когда мы сейчас все в далеко не выигрышной позиции и отталкивать еще людей, ну это крайне преступно, я считаю. Это примерно как если позиции где-то в обороне держать, и у противника перевес, и в технике, и там в танках, в авиации, и к нам какие придут, там сторонники, а мы скажем, да нет, мы вас не возьмем, вот идите, и сами же оттолкнем людей к нашим недругам, но это же глупость. Это вот как раз таки так поступают вот те самые нацисты, о которых мы в начале говорили, именно окукливаясь только ради чего-то своего, не понимая, что помимо своего есть еще вопросы геополитики и какой-то общей национальной безопасности. В конце концов, вот например, опять-таки, почему я так вот про Якутов говорю, ну все-таки это довольно многочисленный народ, и я знаю отдельных его представителей, очень порядочных людей, которые очень действительно за русских их радеют, и в частности, если, не дай бог, когда-нибудь опять придется нам участвовать в каком-то радном деле, не дай бог там где-то с кем-то, да, то, извините, но я думаю, лучше будет, если все эти малые народы тоже будут вместе с нами в одном окопе, вот, а не мы одни против наших врагов, да еще и эти малые народы будут против нас, а уж поверьте им, быть независимость никто не даст, тем более в наше время, когда сейчас идет время, таких глобальных изменений, объединений, то есть малые государства, они сейчас не могут существовать, идет время объединения империй, поэтому другое дело, что как это будет, вот мы, я лично, я себя считаю русским таким имперским национал-патриотом, то есть я и многие мои товарищи, соратники, мы именно выступаем за объединение русского народа, объединение всех славян вокруг русского народа, и объединение всех дружественных народов вокруг русского мира, то есть вот такой вот, как три круга таких, малый, более крупный и еще более крупный, то есть такая тройная оборона, что ли, то есть вот так должен строиться действительно имперский здоровый мир, а внутри уже как мы будем строить наши взаимоотношения, вот это уже другой вопрос, но мы на этот вопрос четко отвечаем, что мы в рамках нашего общего добрососедского взаимоотношения, значит, должны строить свою политику на принципах взаимоуважения культурам, традициям наших братских или дружественных народов, и только на принципах взаимоуважения это возможно, и только на принципах, еще раз подчеркиваю, равенства, равенства возможностей, то есть не должно быть там каким-то, что нацменьшинством, извините, позволено больше, чем государствообразующему имперскому русскому народу, но это, разумеется, безумие, и все малые народы, они-то сами понимают, что если не будет русского народа, славянского, то не будет и их, потому что их сразу уничтожат другие вокруг народы, мир ведь, он агрессивен, он ведь не такой, что все друзья и братья, это так, до поры до времени все, а на самом деле мир жесток, и если мы будем носить розовые очки, то ничего хорошего не будет, поэтому еще раз говорю, нам надо стремиться к взаимопониманию и к объединению со всеми дружественными, хотя бы дружественными народами, которые хотят жить в содружестве с нами. Другое дело, еще раз подчеркиваю, разумеется, не вопреки нашим личным интересам, то есть, конечно, наши национальные интересы, интересы России в целом, конечно, должны быть соблюдены, соблюдены, и мы, конечно, не должны ими поступаться. Как-то разговаривал с одним татарином, таким националистически настроенным, в плохом смысле этого слова, националистически настроенным, который вот там мы такие крутые и так далее, а вы тут вот все такое. Говорю, слушай, дорогой мой друг, вот с Россией, в частности, с русским народом, весь оккупированный мир цивилизационный сражается не одну тысячу лет и победить не могут, пока не могут, пока мы вот так вот вместе держимся, не могут победить, но как расходимся, победят. Так вот, если сломят русский народ, русов, то с вами уже никто разговаривать вообще не будет. Точно так. Вас сразу же сомнут. Поэтому любой здравомыслящий человек, живущий в России, живущий на территории Руси, должен это осознать. Как только уничтожают тех, кто создал эту величайшую державу в свое время, с другими народами вообще разговора не будет. Вас просто сомнут, превратят просто в рабов, конкретных, не тех, которые сейчас рабы свободно живут, цивилизация, а рабов в кандалах или уничтожат и заменят другими. Как это было с индейцами в Америке. Да, вот он так крепко почесал, говорит, слушай, пожалуй, ты прав. Говорю, ну вот, прежде чем что-то говорить, думай. Еще хороший есть такой пример, насколько помню, фильм «Свеженький 28 памфиловцев». Вот там есть такой... Там есть такой прекрасный момент, когда бронебойщик русский и казах вместе в окопе сидят, казах подает патроны, снарядики эти, заряды, ну и танки идут, и русский говорит, покажем им, гадам, как русские сражаются. Казах смотрит, говорит, вообще-то я казах. Говорит, ты сейчас где воюешь? В России? В России. Значит, русский. Вот когда, говорит, будем за Казахстан воевать, покажем, как казахи воюют. Золотой наградой стоит только одна вот эта фраза. Да. Ты воюешь в России, ты воюешь за Казахстан, но показываешь, как сражаются русские. А будем воевать за Казахстан, я из России, буду показывать, как сражаются казахи. То есть, доблесть братских народов заключалась в том, что мы становились все едины в борьбе против одного врага. Наступило время объединения по этим же понятиям. У нас есть единый общий враг. Которому все равно, кто ты. Казах, украинец, белорус, русский. Не важно, как ты себя называешь. Их задача – уничтожить все, что есть на территории Руси. Все. Всех тех, кто пропитаны этим менталитетом, этим мировоззрением. Перевернуть все с ног на голову. Разделить. Мы сейчас должны все объединиться против этого. Объединиться, вернее, даже не против этого. Объединиться за что-то. За что? За то, чтобы жить по-человечески. Чтобы воссоздать то единое, которое позволило всем нам выжить. Вот наша какая задача. Подумайте об этом, прежде чем раздувать какие-то там очередные теории и версии, кто ваш враг среди ближних. Давай идем дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Есть программа объединения по пунктам, по шагам? Есть такая программа или нет? Это первая часть вопроса. Значит, у нас есть краткая программа, и, в общем-то, я ее уже озвучил. Но если говорить о конкретных задачах, конкретных задачах, то у нас есть, в общем-то, и устав, в котором все расписано, и есть у нас какие-то тактические задачи, которые ежемесячно обновляются ввиду ситуации. То есть, в общем-то, есть. Но я бы так сказал, что постоянно это все корректируется. Поэтому самый лучший способ это не просто где-то что-то почитать. Потому что то, что почитаете, это может уже устареть. А лучше вот самим участвовать в нашем общем деле. Тогда сами будете чувствовать, что устарело, а что нужно делать. Еще раз вот говорю, делами лучше всего объединяешь и лучше всего чувствуешь, что нужно делать, когда сам делаешь. Дарья, продолжение. Что нужно делать, какие цели, задачи? Ну, я уже целый вечер все время, что мы общаемся, по-моему, по несколько раз говорил о целях и задачах. Но еще раз повторю. Значит, цели. Вот у нас официально три цели. Значит, объединение и возрождение русского народа и других коренных народов России, объединение вокруг России и русского мира всех братских славянских народов и других дружественных нам народов, которые хотят быть вместе с нами. И не просто хотят, что вы нам дайте, а хотят добровольно, по нашим правилам, вместе работать, созидать, то есть без всякого какого-то паразитизма. И третье, это борьба за социально справедливое общество. Без олигархов создать те условия, при которых все люди будут иметь равенство возможностей. не равны будут, это глупость, а равенство возможностей. Это вот цели основные. А задачи тактически, ну, задач много, и возрождение культуры, традиций, как основы нашего национального самосознания, нашего родового, проведение каких-то мероприятий общественно-политического значения для отставания каких-то наших повседневных, скажем так, прав и свобод. И, соответственно, ситуации постоянно обновляются, то есть, надо держать, как говорится, направление по ветру, чтобы понимать, что и как делать. Но, в целом, в целом, задачи наши, они, конечно, идут в рамках наших целей. И, в общем-то, мы, мы, я могу сказать вот кратко только одно, мы стараемся сочетать в себе и политическое участие, и культурное, потому что все остальные, к сожалению, либо политикой только занимаются и говорят, культура, это не то, либо только культура, танцы, хороводы, еще чего, там, спорт, но больше ничего. И говорят, мы вне политики, мы вне политики. Вот большая глупость, люди говорят, мы вне политики, мы вне политики. Это специально вам внедряют братья в голову, чтобы в политику пошли те люди, которым там не место. Вы сидите дома, зачем вам это грязное дело? Мы за вас это будем делать. И вот за нас они и делают это дело, как они хотят. И у нас жизнь все хуже, хуже и хуже. Поэтому, разумеется, мы не говорим о этой грязной политике, которую мы сейчас имеем, но мы говорим о политике как в целом явлении, в котором должны участвовать прежде всего русские мужи. и славянские мужи, и не только славянские, и которые бы действительно следили за этим, не только по телевизору, но и как-то более активно принимали участие, своими личными примерами показывали, что надо делать, что не надо делать. То есть, в любом случае нужно заниматься и политикой в меру возможностей. Я не говорю, что все останутся политиками куда-то баллотироваться. Нет, мы все в политике живем, хотим либо не хотим. Есть такая хорошая поговорка, ты можешь не заниматься политикой, но, прошу прощения, но это не значит, что политика не будет заниматься тобой. То есть, в любом случае, мы все живем по законам, которые принимают политики. А потом мы удивляемся, почему мы так живем. Сами не хотите бороться за власть, за то, чтобы участвовать в стране в чем-то? Да, конечно, это сложно. Мне скажут, ну, это тяжело. Конечно, тяжело. Я понимаю, тяжело. Так оно и будет тяжело. И если мы еще лет 10 ничего не будем делать, так вообще будет невозможно. Надо бороться. Тогда есть шансы победить. Далее продолжение. А задача у нас, еще раз говорю, именно вот объединить в себе и культурное направление, и политическое. И спортивное, и какое-либо еще. То есть, не только либо одно, либо другое. То есть, мы стараемся всеобъемлюще так действовать. Всесторонне, всеобъемлюще. Следующий вопрос от горлового пения. Чем могут помочь совместные празднования? Ну, совместные празднования могут помочь, во-первых, тем, что люди видят единомышленников, общаются, знакомятся, обмениваются опытом. Как говорится, одна голова хорошо, а 2, 3, 5, 10 и более лучше. То есть, уже есть какое-то общение, поддержка. Если это празднование не будет заканчиваться только празднованием, а люди, расходившись, будут иметь контакты, договорятся о взаимопомощи, взаимовыручке, то это хоть что-то уже будет. А если они еще начнут делать то, о чем договорились, договорились, то вот, пожалуйста, вам уже готовая структура, действительно, основанная, вот, как говорится, на деле. Структура, наша структура, структура, которая готова отставить наши идеи. И люди, чувствуя поддержку братского плеча какого-то, да, то есть, единомышленника, конечно, они в себе больше уверены. Поэтому, опять-таки, другие люди, посмотрев все это потом где-то в интернете или по телевизору, они тоже видят, что Русь пробуждается, и у них есть желание еще больше способствовать этому. Поэтому, конечно, надо встречаться, проводить какие-то праздники, мероприятия. Конечно, это положительно и позитивно. Опять-таки, сейчас я уже говорил, что не надо спорить, как правильнее там День Перуна, праздновать либо еще. Надо праздновать. Пусть даже неправильно, но праздновать. Это лучше, чем не праздновать. А тот, кто празднует, он со временем или как-то отмечает, он со временем будет оттачивать свое мастерство, что-то читать, что-то где-то глубже понимать, и, соответственно, у него будет получаться лучше, лучше и лучше у людей, которые это проводят. Но в любом случае главное что? Главное то, что в любом случае будет это все работать на пробуждение национального самосознания. Исконно нашего славянского, а не какого-то там другого. Еще вопрос. Пробудиться должны все 89 миллионов и после пробуждения, после объединения, что будет после? Ну, во-первых, я считаю, что все никогда не пробудятся и стремиться к этому не нужно. Тем более там 89 миллионов, не 89, это не суть важна. Должна быть определенная критическая масса, большинство. Она пока как бы еще, да, может даже и вызрела, но не объединилась. И разрознена. И нам всячески помогают, чтобы мы не объединились. Всячески делают так, чтобы мы и далее были разрознены. А фактически это критическая масса, если она даже еще не созрела, то я думаю, она вот-вот. Поэтому надо пробуждать, надо объединяться. Ну, а там количество. Это не суть важна. Знаете, есть такое понятие качество и количество. Что вот важнее, как вы думаете, для нашего дела? 100 овец или 10 волков? Вот вообще, что в мире ценнее? Сложный вопрос, правда? То есть, вот 10 вроде бы овец, их больше. А 10 волков меньше. Но мы же все отлично понимаем, что 10 волков это качественно, по сравнению с овцами, гораздо более как бы такие решительные существа и звери, да, животного мира. То есть, если перевести эту параллель на наше общество, то, соответственно, пусть лучше будет 10 человек деятельных, лидеров, чем 100 человек, которые ничего не могут предпринять и не хотят предпринять. И даже если им что-то скажешь, они все равно ничего не хотят делать. Только глазами моргают, смотрят и пошли дальше пить пиво. То есть, конечно же, качество на первом месте должно быть. А уже со временем, когда качество вызрит и станет определенной такой критической массой, тогда уже подтянутся и более пассивные люди. Ну, собственно говоря, это уже происходит, но со временем масштабы будут все больше, больше и больше. И в любом случае, еще раз говорю, это вот не остановить. Этот процесс уже необратим. Поэтому его и пытаются всячески возглавить, перевозглавить, кого-то запугать, засадить. Там давление всякие идут, какие-то там значит провокации. Но пусть делают, что хотят. Я убежден, что если каждый из нас и далее будет делать то, о чем мы говорим, а я уверен, что в любом случае каждый это будет делать, то процесс возрождения Руси и славянского народа объединения, он уже начался. И, соответственно, с каждым днем будет все более и более заметен. Другое дело, что темпы зависят от нас прежде всего. Поэтому надо работать, надо трудиться, надо бороться. И что будет после? А после будет то, что мы построим. То построим, то и будет. Что сварим, то и съедим. Главное, чтобы потом глазки не повылазили, да? Да. Валерий Валерьевич, в эфир вопрос. Как быть, если уже долгое время наблюдаются сталкивания братского народа и в скобочках чинайцами? Ну, как быть? Ну, честно говоря, вопрос не раскрыт, я не до конца понимаю сути вопроса. Ну, сталкивания. Ну, что, любое сталкивание, значит, за этим сталкиванием кто-то стоит, кому-то выгодно это сталкивание, чтобы людей вместо того, чтобы от общего врага отвезти, значит, на вражду друг с другом. В принципе, вот, то же самое, что происходит вот в России, например, с силовыми ведомствами. Вот, фактически, силовики наши, это я уже, как бы, перехожу на, ну, наш народ в целом, это же часть нашего народа. Но нас упорно ставят с ними конфронтацию. То есть, типа, значит, вот, их так и учат даже, что вот они отдельная каста защитников государства, а народ, как бы, это народ. Но они же часть народа. И у нас нет других, и у них нет другого народа, и у нас нет других сил и ведомств. Поэтому наша задача не друг другу глотки грызть, как нас пытаются столкнуть, как вот Навальный делает и прочее, вот эти провокации. А нам надо, наоборот, уходить от этого и работать на конструктив, показывать, что наши цели и задачи, они конструктивны. И тот мир, который мы хотим построить, то обновление общества, о котором мы говорим, оно прежде всего выгодно и другим коренным народам в России, и в частности силовикам это выгодно, и в частности чиновникам с их детьми это выгодно. Только если, конечно, ну, они в состоянии разобраться в том, о чем мы говорим. Потому что они же многие, к сожалению, кроме своей ежеминутной выгоды больше ничего не видят. И считают, что вот этот вот мир, который сугубо такой паразитический, он будет вечный. Они вот в нем, мол, встроились, и все хорошо. Но так они рассуждают до тех пор, пока их не посадят на лопату и не вышурнут из обоймы. Тогда они начинают петь другую песню. Так вот, мы предлагаем им заранее задуматься. Они все-таки сами по себе в этом мире марсиане, или они все-таки часть какого-то народа, какой-то нации, какой-то общности, объединенной какими-то едиными границами. А если они так, ну, это касается, собственно говоря, не только силовиков или там чиновников, это касается и народа самого. То есть, надо стремиться все-таки доносить, уметь доносить эту нашу информацию до людей власть имущих. Я, конечно, хочу сразу оговориться, я понимаю, что и в силовых структурах, и как бы в чиновничном аппарате сейчас большинство, большинство представителей, ну, действительно, люди, которые, так скажем, мерзавцы, которые, кроме как своей выгоде ни о чем больше не думают. Но это не значит, что все такие. Там есть, я однозначно знаю лично и встречал таких людей, которые разделяют наши идеи и абсолютно согласны с тем, что мы говорим. И на разных уровнях есть люди, понимающие. Да, может быть, не все понимающие, может быть, все, может быть, частично, может, как-то по-разному, но понимающие, что действительно, говорится, надо что-то менять, надо задумываться, надо как-то дополнять друг друга. Поэтому я думаю, что в этом плане от любых провокаций и попыток столкнуть народ с кем-либо, либо два народа, или там группу людей разных, это однозначно надо пытаться решать путем какого-то либо компромисса и диалога. Это идеальный вариант. Ну, конечно, когда это заходит на такую стадию, когда уже начинают говорить пушки, как говорится, «Последний довод королей», тогда, конечно, уже рассуждать поздно. Но покуда еще не поздно, надо стараться друг друга услышать и доносить до друга нашу идею. Это в любом случае сократит нам, как говорится, сбережет наши нервы, жизни и сократит количество каких-то либо пострадавших. не дай бог в будущих каких-то либо стычках, которые враги наши, в частности, там пятая колонна внутри России, которая, безусловно, есть, и это не шутка. И извне разные силы, которые всячески пытаются вот это вот все стравить и вызрать внутренний такой политический взрыв. И, соответственно, многие думают, что тогда станет лучше. Большое заблуждение. Я считаю, и согласен со словами Петра Аркадьевича Столыпина, что России нужен мир и стабильность. Тогда она даже при таких условиях, как сейчас, далеко не самых хороших, в любом случае постепенно-постепенно будет укрепляться и выдавливать из власти тех мерзавцев, которых нужно выдавить. Поэтому задача, еще раз говорю, это не какие-то революции создавать и не какие-то вестись на провокации, а пытаться доносить нашу идею до людей на разных уровнях и пытаться найти тех людей, которые хотя бы наполовину либо частично в чем-то согласны с нами и готовы с нами сотрудничать. То есть, вот это та стратегия, которая должна вестись и она безусловно единственно правильная. Все остальное это на руку только нашим врагам. Далее горловое пение, вопрос в эфир. Масса людей знает, что курить и пить вредно, но пьют и курят. Что будет, если вы всем все объясните про богов-предков и объединение не произойдет? Значит, какие-то вопросы как в первом классе. Пьют, курят, но это личное дело каждого. В конце концов, мы не в детском саду, чтобы там объяснять какие-то прописные истины. Каждый сам себе решает, что и как ему поступить. Еще раз говорю, мы не институт благородных девиц и не религиозное какое-то там сообщество. Мы ставим общественные задачи, решаем их по мере возможности. А что касается курения, алкоголя и прочее, то употребление алкоголя, это люди взрослые, сами решают. Другое дело, что почему они это делают? Потому что пропаганда, потому что не видят многие какого-то смысла более глобального для себя жизни. Просто живут как все, не имея личного я. Много причин. А что касается объединения не произойдет, да объединение уже произошло и происходит и произойдет. И тут сомнений быть никаких не может. Вопросе не совсем понятно, причем здесь подчинение человеческого сознания наркоте и пропаганде, потому что наркотик, он меняет мышление и мировоззрение человека, и человек зависим от него. и то, что люди поймут свое прошлое и возьмут за основу те устои, которые свойственны нам по генетике, то есть по естеству, и познав это, поймут, как правильно жить. То есть первая часть люди пьют и курят, потому что наркотики, они употребляют наркотики, подавили их волю, и они ничего не могут сделать, потому что вот так наркотики требуют. Плюс ко всему еще, как ты сказал, средства массовой информации подливают, что так и надо жить. А здесь наоборот, к естеству, там разрушают, здесь восстанавливается естество, так что я что-то не пойму. Если человек из бедлячества вылезает в нормальное какое-то мировоззрение, что, что-то он начнет плохое делать? Если он начнет жить по естеству, по природе, что-то плохое произойдет? И почему он не должен объединиться с другими, которые выйдут из этого угарного алкогольного наркотического бреда и начнут жить по совести ладу с природой? Я вот как-то в данном случае здесь не согласен с Антоном абсолютно. У него вопрос немножко такой как бы расплывчатый, в принципе, как-то он, да, даже противоречивый, непонятно. Я ответил, как считал нужен. Непонятно, что он хочет. Я понял, что он хочет, просто, ну ладно, идем дальше. Нет, я тоже понял, но он не совсем корректно, во-первых, сформулировал, во-вторых, немножко размыто. Поэтому я ответил, как считаю нужен. Дальше я действительно с тобой согласен, нет смысла обсуждать. Александр, вопрос в эфир. Своё цельное мировосприятие имеется в виду? Здесь тоже непонятно, своё ли цельное или своё, что вот Александр как-то тоже задал, многоточе стоит. Так нужно, чтобы кто-то первый сформулировал цельное и имел желание помогать окружающим. Всё это в традициях своего рода, чтобы от природы. Ну это, наверное, Александр задаёт вопрос в рамках того, что я говорил, что те, кто уже чего-то достигли, должны помогать тем, кто в чём-то отстаёт. И, соответственно, те, кто ещё выше, должны помогать ниже, ниже, то есть идти вместе единым, как бы, таким строем. Может быть, вот этот вопрос как-то связан с тем, что я говорил, я так подразумеваю. Но я отвечу, как понимаю, его вопрос. Ну, в общем-то, я уже говорил, ещё раз повторю, что главное дополнять друг друга и искать то, что нас объединяет, а не разъединяет. Вот тут написано в вопросе, значит, чтобы было, так значит, нужно, чтобы кто-то первый сформулировал и имел желание помогать. Ну, так вот, есть же куча общин, организаций, вот наша в частности, вот я лично, вот Алексей Орлов каждый вечер, я так понимаю, практически ведёт эти передачи. То есть, куча людей, которые уже всё создали, делают и ищут как раз-таки тех людей, кто мог бы поддержать, присоединиться и дальше понести. Но, вот, судя по этим вопросам, всё время натыкаюсь и понимаю одно и то же, что вот люди больше любят задавать вопросы, чем на минутку задуматься над тем, что они услышали, разобраться и пойти что-то делать. Им проще вот вопросы задавать, вот, к сожалению. И после этих вопросов ничего больше не делать. Вот я не хочу говорить конкретно про Александра, может быть, я заблуждаюсь, но в большинстве случаев действительно так и получается. Вот, поэтому организации уже созданы и лидеры есть, есть люди в разных отделениях, есть разные организации в разных городах. Пожалуйста, на выбор. Главное стремление иметь, желание. Ну, я думаю, здесь Александр задает вопрос, исходя из той же самой парадигмы, которая сейчас витает у всех. С неба спустили на землю, с неба спустили, вернее, на землю и забили мозги. Вот этой парадигмы, которая вбила всем вот эти термины разъединения, что все что-то там делают только для своего кармана, что что-то вот не то как-то происходит, никому верить нельзя. Просто, мне кажется, наелись вот этих всех словоблудств и уже никому не верят и начинают умничать, не глядя в суть вопроса. Вот мы отравлены цивилизацией все, к сожалению. Ну, я тебе скажу даже, Алексей, не надо осуждать за это людей, потому что пропаганда это же оружие, очень серьезное, ну, как бы высокого уровня. Это действительно работает и серьезно работает. поэтому не надо осуждать людей, надо относиться с пониманием и я в свою очередь хочу сказать, что действительно ты все правильно Алексей говоришь, так и есть. Люди не понимают многого из того, что мы говорим, хотя для нас это, ну, в общем-то очевидно и банально. Почему? Потому что действительно они зашорены, зашорены вот этими рамками вот этого паразитического мира, который всячески ежедневно отовсюду льется в сознание людей. Ну, еще раз вот я говорю, если бы такое радио было бы на каком-то государственном уровне, да, то есть на Останкино где-то, то я вас уверяю, через месяц вы бы уже не узнали наше общество. Оно бы и менялось бы колоссальными шагами, но мы там каждый вечер видим большую стирку. Кстати, я считаю, что рано или поздно надо будет привлечь к трибуналу людей, которые ведут вот эти все шоу-передачи и прочее, потому что это однозначное насилие над сознанием и мозгом людей. Многие этого даже не задумываются, но это ведь вот те, кто проводят эти передачи, они рассуждают по принципу people have it, будем снимать. То есть, руководствуюсь опять-таки чисто шкурным своим интересам. Но они не могут осознавать, не осознавать того, что такие передачи ведут к деградации общества. Поэтому, если они свои личные шкурные интересы обогащения ставят на первое место в ущерб обществу нашему, в ущерб нашим национальным интересам фактически. То есть, превращая людей фактически как незнайка на Луне. То есть, бегай, веселись, пей, пляши, пой, да танцуй. Вот, и люди бегают, пляшут. Вот незнайка на Луне. Это же фактически тот мир капиталистический, который мы сейчас видим. И вот эти люди, которые зомбируют наше общество через средства массовой информации своими идиотскими Дом-2 и всякие там стирки, эти, мне понравилась шутка в интернете, грязные кальсоны Джигарханяна уже надоели целый месяц или сколько там, одно и то же. Но это же насколько надо не уважать свой народ, что вот эту грязь каждый вечер, но раз они это показывают, значит, народ смотрит. Вот что страшно. Вот что печально, что народ смотрит, иначе бы не показывали бы это. Они же смотрят рейтинги. Поэтому однозначно надо нести нашу идею в массы и вот еще раз говорю, рано или поздно все вот эти участники, которые зомбируют людей со своих идиотских программ, ток-шоу и прочее. Это ерунда, которые не ставят цель совершенствования людей, а ставят целью их деградацию и использование. Рано или поздно должны, я думаю, предстать перед судом и ответить за свои злодеяния. Я думаю, это было бы справедливо. Ну, конечно, наверное, не в ближайшее время. В ближайшее время это, наверное, не получится, но рано или поздно, я думаю, это произойдет. Если та истина, о которой мы говорим, восторжествует. Ты знаешь, если мы на стороне правды, мы на стороне богов. А там, поэтому говорить, когда это произойдет, наверное, смысла нет. Надо просто делать это и делать по праве. По поводу ТВ и всего остального, мне, к сожалению, приходится часто просматривать телевизионные каналы для того, чтобы понять, что вообще происходит. Я трачу на это очень мало времени, к счастью. То есть, я включаю первый канал, ну, так вот, посмотрел две минуты, понятно, услышал, о чем говорят. Второй канал посмотрел, так, четвертый. Ну, естественно, помоечные каналы какие-то там посмотрел. буквально по три, по пять минут. И понятно, что слито сверху в виде установки. О чем говорить? Точно так. Куда направлять народ? То есть, если я вижу, что, например, вчера была мода на морды, и поэтому показывали всех, кто мордастей, сегодня, например, пришла мода на заднице. И показывают тех, кто, понятно, да? Вот из этой же серии. Поэтому какая установка спускается, то везде, только несколько в ином. Вот здесь надо пожелтизнее, чтобы было, поэтому штанишки будут желтые. Вот тут покраснее, тут штанишки будут красные. Вот тут почернее, штанишки будут черные. Тут побелее, штанишки будут белые. Но пятнышки на них будут одинаковые, размер будет одинаковый, фасон будет одинаковый. Догадайтесь, кому эти штаны принадлежат. Вот такая хитрая у нас, значит, игрушка, установленная на ТВ-каналах. То же самое. Какой юмор? Достаточно посмотреть. Открывает, неважно, Петросянию, еще что-то. Я же не знаю, как они называются. Вот эти всякие зазеркали, перекали. Все одинаковое. То есть и в шоу, и в бизнесе, и в политике идет все одинаковое. Когда открываешь каналы, например, украинские, там то же самое, только наоборот. Открываешь российские, то же самое, но наоборот. Открываешь какое-то еще, то же самое, но и против этих, и против этих. То есть однотипно. Кто-то сверху находится, который просто по странам так это телеграфирует. Сегодня говорим об этом. Из соседнего кабинета кто-то телеграфирует на главную биржу. Сегодня продаем нефть постолько. Кто-то там. Курс сегодня вот такой-то. То есть спускаются установки во все страны только со своим направлением, построенным под менталитет. Так это занятно наблюдать, ребята. Вы себе не представляете. И вы не тратите много времени на это все пошлятина. Вам достаточно потратить 15 минут в день, чтобы понять, о чем завтра будет народ говорить. К чему завтра народ готовит. Все очень просто. Ну ладно, давай дальше идем. Карабас-Барабас. Комментарий в студию. Чтобы слышали многие люди в миру, нужны проповедники. Бноготочие. Ну я думаю, тут нечего комментировать. Все очевидно. Далее. Горловой пение к нам присоединяется в очередной раз. Основной ресурс – это деньги. Как вы с родноверием собираетесь конкурировать с РПЦ и так далее, у которых доступ к ТВ-каналам и миллионы почитателей? Вот как ты собираешься конкурировать? Ну, во-первых, мы, в принципе, эти вопросы тоже уже проговаривали за сегодняшний вечер. Но для тех, кто вновь, вероятно, там присоединился и не слышал, кратко скажу еще раз. Значит, ну, во-первых, конкурировать, там с кем-то бороться по их правилам, мы вообще такой цели не ставим. Мы идем своим путем и играем по тем правилам, которые мы себе выстроили и как мы это видим. Ну, конечно, не полностью приходится, я уже говорил, учитывать реалии мира. Но, тем не менее, стараемся, в общем-то, не зацикливаться. И, насколько это возможно, маневрировать, идя наиболее легкими путями, реализуя те задачи, которые мы перед собой ставим. И получается, что касается РПЦ, да мы не собираемся с ними конкурировать, воевать или что-то. Мы, более того, даже, в принципе, и готовы к сотрудничеству в рамках каких-то патриотических мероприятий, каких-то патриотических действий. То есть, ну, кто хочет ходить в церкви православной, я же сказал, мы не против. Ради бога, пусть ходят, мы ничего тут, ну, не выступаем против этого. Нравятся людям, ну, пожалуйста, это их выбор. У нас по Конституции светское государство. Мы можем, в принципе, ходить в церковь, можем не ходить, это личное дело каждого. А что касается телевидения, у них каналы, ну, да, я говорил, что у них есть каналы, у них есть какие-то еще возможности. Но, понимаете, что у каждого канала есть свой электорат. Вот, например, у нас нет возможности выступить на каком-то федеральном канале. Пока нет. Хотя тоже иногда и там как-то мы стараемся промелькнуть при удобном случае. Но у нас зато есть такие замечательные славянские радио, которые слушают не просто обыватели, а целевой слушатель, целевой зритель. То есть, те люди, которые уже фактически, если не наши соратники, не наши полностью единомышленники, то, по крайней мере, сочувствующие. То есть, завтра, быть может, или послезавтра, они станут нашими единомышленниками и соратниками. И это гораздо важнее. Это то, о чем я говорил, что это те самые 10 волков, грубо говоря, по сравнению с этой массой, которая... Поймите, что историю никогда не вершили массы людей. Историю всегда вершат единицы. Наиболее активные, наиболее сплоченные. Поэтому задача сплотить лидеров, чтобы идея была понятна и доступна всем. И двигать ее. Да, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей о нас узнало, пришло к нам. Действительно, так бы было проще и можно было быстрее всего достичь. Но тогда это была бы сказка, а не этот мир. Если бы, как говорится, все было так легко и просто. Ну, вы сами понимаете, тогда оно бы ничего не стоило. Борьба идет всегда лишь за то, что имеет цену. Что валяется на дороге, мало кому нужно. Мусор какой-то. Поэтому, естественно, что есть определенные трудности, но есть определенные плюсы. Например, вот наши трудности финансовые и, скажем так, нехватка возможности выступать на каких-то более крупных телеканалах, например. Это, конечно, определенный минус. Но, с другой стороны, есть определенный плюс. То, что мы сейчас имеем возможность притягивать к себе наиболее идейных. Тех, которые не боятся трудностей. И вот создавая эту команду, уже как костяк, как ядро, уже гораздо проще двигаться вперед. А потом, в дальнейшем, рано или поздно все это будет разрастаться. И ресурс, и СМИ, и прочее. Все это будет. И никуда от этого не денется. И оно и так происходит, это постоянно. Так вот, тогда уже надо быть внимательным. Чтобы не пришли к нам какие-либо корыстные люди, которые рано или поздно опять будут пытаться все наши вот такие идеи, справедливые по совести, исказить и повернуть в собственную выгоду. А такое будет, безусловно. Попытки такие. Так вот, нам надо готовиться уже сейчас к тому, чтобы этого не было. Поэтому, в какой-то степени, то, что мы даже где-то не так быстро чего-то достигаем, это дает нам возможность, наоборот, лучше что-то понять. Лучше что-то обмозговать. Отточить какую-то идею. Отобрать кадры лучше. Поэтому, в этом даже есть свои плюсы. А что касается финансовой помощи. Ну, мы всегда рады, если есть какие-то здравомыслящие бизнесмены, которые мыслят схоже с нами и готовы где-то обсудить какие-то вопросы совместного взаимодействия. Вот, я думаю, что у нас, в общем-то, такие люди тоже есть. И они, их немного, конечно, но они есть. И со временем их больше становится. Заинтересованность. Еще раз повторяю, у людей возрастает, и люди пробуждаются потихоньку. Поэтому процесс этот, в любом случае, конструктивный и, скажем так, идущий поэтапно на развитие. Поэтому и финансовая помощь, и средства массовой информации, все это будет со временем все в большем и большем доступе. Это безусловно, потому что дорогу осилит идущий. Я от себя так скажу. Дело в том, что деньги решают многое. Но народ решает все. Те каналы, про которые идет речь, ограничены сетями вещания, какими-то там, может быть, радиоточками, телевизионными каналами и прочим, прочим, прочим. Кое-где эти каналы очень плохо принимаются. Интернет не ограничен вообще ничем. У нас, если так разобраться, намного больше возможностей, чем у тех, кто владеет какими-то центральными каналами в какой-то стране. Потому что там все за деньги. Там показали что-то, какую-то рекламу за деньги, и она не понравилась людям, люди не будут смотреть. А мы трудимся не за деньги. Мы трудимся ради того, чтобы люди жили хорошо. И мы доносим то, что люди воспринимают легко и понятно то, что, естественно, мы идем от естества, а те идут от разрушения. И в конечном итоге человек разрушением наедается. Разрушение ухудшает его жизнь. Так вот, нас слушают в более чем 80 странах мира. Нельзя сказать, что нас слушают так, как, например, Первый канал пока. Но Народное Славянское Радио – это уникальнейший эксперимент, который говорит о том, что люди способны создавать свои народные средства массовой информации, которые им нужны и которые они поддерживают. Пока мало, пока слабо, пока немного. Но поддержка уже есть. Это уникальный эксперимент существования Народного Средства Массовой Информации, который не разделяет, а объединяет людей, который не натравляет против кого-то, а соединяет для чего-то, для лучшей жизни, для понимания этой жизни. Вот такая у нас цель. Так что, если вы увидите рекламу Народного Славянского Радио за деньги, знайте, что мы скурвились. Знайте, что мы скурвились. Нас кто-то купил. Знайте, что власть перехвачена, что это уже не Народное Славянское Радио. Потому что для Народного Славянского Радио никакая реклама за деньги не нужна. Сам народ распространяет это радио в себе самом, то есть среди своих товарищей, друзей. Это надо понимать. Ни одной рекламы вы никогда не увидите за деньги. Это один из показателей того, что народ поддерживает. Это показатель того, что мы Народное. Народ сам лучше знает, кому передать что-то, кому сообщить. Это самое-самое важное. На этом мы строимся. В этом и уникальность эксперимента. Мы просто говорим, понравилось, передай другому. Сделай мир лучше. И если у человека тяма в голове проснулась, масло появилось, он так и сделает. Добавил трех, трем людям передал информацию. Три человека добавились. Каждый из трех добавил еще трех в этот список. И уже смотрите, сколько людей появилось. Только таким образом можно противостоять той дряни, которая насыпется. И только таким образом можно создавать что-то лучшее, выходя из той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Вот только так. Я еще хочу добавить, полностью поддерживаю то, что ты сейчас сказал. Это совпадает из позиции нашего движения. Наше движение полностью тоже является народным. За нами не стоит никаких вот я, создатель этого движения, с группой своих единомышленников. И те же самые принципы, именно основы народной у нас приняты. И мы как раз таки опираемся именно прежде всего на народ, а не на каких-то отдельных там власть имущих, либо у кого есть деньги. И мы никогда не продавались и продаваться не будем. По крайней мере до тех пор, пока вот, ну скажем так, я и мои соратники живы, и мы это делаем. А если, как говорится, действительно что-то, ну, изменится и станет до боли похожим на какие-то, ну, я думаю, этого никогда не случится. Но если вдруг это где-то когда-нибудь, не дай боги, произойдет, и вы увидите что-то похожее на ЛДПР, то, да, могу смело вот согласиться. Наверное, это будет означать, что что-то у нас уже не так. Если мы начнем озвучивать какие-то, как говорится, интересы власть имущих, тех, кто абсолютно... Я не хочу сказать, что все власть имущие плохие, нет. Но я сейчас имею в виду тех власть имущих, которые не думают о народе, а делают все только ради собственного обогащения. Поэтому мы изначально создавались как народное движение, и народным движением являемся, и я, в общем-то, уверен в этом на 100%, что таковыми и будем далее. Почему? Потому что те люди, которые у нас в команде, которые являются лидерами, это проверенные люди. И даже если какие-то провокаторы, а такое возможно, могут затесаться к нам, то в любом случае стратегически изменить что-либо в нашем движении они не смогут. Поэтому я, в общем-то, смело могу сказать, что возглавить и увести наше движение куда-либо, я считаю, не удастся никому. Могут создать большие трудности и создают по мере возможности. Но в любом случае, еще раз говорю, главное это идея, люди и символы. И это у нас все выстроено на должном, качественном, идейном уровне. Поэтому те принципы, которые мы исповедуем, те принципы, о которых сейчас Алексей Орлов, ведущий, сказал этого радио, это нас и объединило. И это нас свело. Поэтому мы и объединившись сейчас вместе работаем, выступаем, общаемся и в дальнейшем будем продолжать совместное сотрудничество. И других приглашаем. А что касается еще вот, значит, про интернет было сказано. Я хочу сказать, что, безусловно, я тоже всегда говорю, что наши СМИ это интернет. И он гораздо более интересен. Потому что, в отличие от многих каналов, даже федеральных, которые смотрят в основном, не хочу никого оскорбить, домохозяйки. Интернет это такая сеть, где каждый может найти себе, что он хочет по духу, либо даже не совсем по духу. То есть, действительно, идет пропаганда и контрпропаганда. Поэтому очень важно людям не лениться делать себе репосты. Если вы что-то поддерживаете, если вы видите какие-то новости, то делать репосты. И не просто делать их, а распространять. Ведь это так просто. Куча людей лайкает, куча людей смотрит. Но, ну ладно, если просто ты посмотрел или что-то там лайкнул, но есть люди, которые действительно разделяют идеи, называют себя соратниками-единомышленниками и не всегда готовы сделать себе репост. Я понимаю, если кому-то нельзя введу какой-то службы или еще чего-то. Но ведь большинству можно. Но все считают, ну а что это даст, что это даст. Так оно потому и не дает, что каждый из вас так считает. А если каждый будет делать то, что он может, то, уверяю вас, вот все будет меняться настолько быстро, насколько мы сами это будем все менять быстро. Бездействие добра приводит к победе сами знаете кого. Поэтому вот они очень активно себя ведут. Они и лайкают во всех смыслах этого слова. Они и репостят, они делают что угодно и подбрасывают что угодно, лишь бы только отвлекать народ. А почему-то светленькие, добренькие, чистенькие сидят и говорят, ну а что от этого изменится? И вот тут говорится, а тямка-то у вас включается? Голова где? На месте? Нет? Или вы и так просто ее носите, чтобы на нее что-то одевать или в нее есть? Здесь такая фраза, вот сейчас вне очереди прочитаю, очень интересная. Ага, только все эти фишки для выявления русов и потом, что неизвестно. Так вот, я хочу ответить. Если бы мы предлагали создать партию, где есть один рулевой, остальные все подчиненные, то тогда возможен перехват, очень простой перехват по принципу цивилизации. Убрали главаря, заменили на другого или подкупили главаря, дали ему какую-то новую программу и все вот эти его подчиненные товарищи пошли по тому пути, который новый главарь или купленный главарь, скурившийся им теперь указывает. Народное славянское радио предлагает вариант нашей исконной, исконного принципа существования. Круг. Когда на местах назначаются лучшие, не один какой-то, лучшие, выдвигаются, которые познали об этом мире намного больше, нежели чем большинство другое, что-то знает свое, они в чем-то лучше. И которые способны управлять, способны брать на себя ответственность, что-то продвигать. И из этих лучших собираются еще лучше и так далее, то подобное. Поэтому даже если сейчас убрать кого-то, например, из партии, то партия может рассыпаться, перекупить, она пойдет другим путем. А вот если мы будем жить по нашему естеству, то тогда убирай, не убирай, а все равно не победишь. Так точно. Поэтому наше движение и идет по принципу круга. Чтобы, во-первых, в большей безопасности был каждый из лидеров, так как когда их много, то, в общем-то, тяжелее на каждого оказывать давление. А во-вторых, они все вместе, работа идет активней, продуктивней. И, соответственно, да, есть кто-то на первом месте. Но мы говорим так. Равный среди равных, первый среди равных. То есть есть кто-то, кто, грубо говоря, на шаг впереди. Есть группа людей, которые на шаг впереди. Но это не один человек, это группа людей. Есть кто-то, кто еще на шаг впереди. Но в любом случае это все круг. Это в любом случае все круг. Я бы, знаете, вот чтобы зрительно было проще понять то, о чем мы говорим, Это круг, состоящий из конусов. То есть вот пик конуса – это один лидер. И вот круг этих пиков конусов – это круг лидеров. А за ними, соответственно, есть еще у каждого свой круг на местах. И фактически получается, что это один большой круг. И есть первые среди равных, которые в круге, и есть общий большой круг. То есть то, как было у славян, когда был большой общий круг и был малый круг для принятия конкретных, каких-то важных государственных решений. Ну, в принципе, это в какой-то степени то же самое, что парламент и прочее. Но дело в том, что парламент и прочее, оно не работает сейчас совершенно, как должно работать. Вот в чем проблема. И система так выстроена, что нет никакой возможности на это как-то повлиять. Практически никакой. Вот в чем проблема. Потому что, если разобраться, то во власти многие, в том числе и президент, зачастую говорят очень правильные вещи. Очень часто. Но мы посмотрим на деле, как получается, на местах. Да никак не получается. Получается наоборот. Но это почему? Да это потому, что на местах сидят люди, которые не заинтересованы в том, о чем мы говорим. Они, которые изначально мыслят с точки зрения потребительского общества. Они не понимают. У них нет национального самосознания. Они не чувствуют ответственности перед своим народом, что они часть этого общества. А может, кстати, они не являются частью этого общества зачастую. Может быть, даже ответ в этом. Тут тоже не надо удивляться. Мы же с этим интернационалом позволили фактически в 2017 году уничтожить. Ну как позволили? Позволили, не позволили. Кто-то позволил, кто-то не позволил. Но факт остается фактом. Национальная элита была фактически полностью, ну практически полностью уничтожена, так скажем. И вместо нее мы получили чуждую нам элиту. И лишь единицы укрепились, остались, где-то проросли. И теперь вот идет вот это обновление родов. Ведь когда днем и ночью пулеметы косили лучших крестьян, казаков, купцов, тех, кто умел зарабатывать и давать возможность зарабатывать, создавать рабочие места, офицеры, люди, у которых были честь, совесть. Все это было уничтожено. Ну, конечно, после этого за сто лет-то не появится вновь новая элита. Вот есть у нас та элита псевдо, которая есть. О чем мы и говорим, что смотреть невозможно все эти каналы с этой псевдоэлитой. Это позорище. Просто позорище. Но так это же не случайность, друзья мои. Это не случайность. Это все целенаправленно делалось, чтобы к этому подвести. И фактически получается, что русское тело с инородной головой. Вот что получается. И отдельные какие-то представители во власти. Вот многие говорят, вот президент. Плохой он, хороший. Да дело в том, что тут не в президенте абсолютно вопрос, а в том, что система в целом. В целом система сейчас такова, что изменить что-либо может только команда. И команда эта должна снизу формироваться прежде всего. А власть наверху, в том числе и президент, какой бы он ни был, скоро выборы. Он должен, если он действительно патриот, должен опираться на эту народную команду народных лидеров. На команду настоящих народных лидеров-патриотов. И вместе менять ситуацию внутри страны в позитивное нужно русло. Так в идеале должно быть. Но еще раз повторяю, это очень сложно. Потому что не думайте, что вот... Да, я знаю, сейчас все смеются, пятая колонна, пятая колонна. Благодаря некоторым людям, не буду называть фамилии, все понимают, о чем речь идет. А я о ком. Уже с этой пятой колонной просто смеются. Потому что довели эту, как говорится, фразу до абсурда. Но это ж не абсурд. Это ж в какой-то степени действительно правда, что есть люди, которые полностью ориентированы на западный мир. Вот этот вот паразитический. И они живут здесь, имеют власть. Потому мы, друзья, так и живем. Что мы в какой-то степени полуоккупация. Это серьезные вещи, ребята. Поэтому надо объединяться. Если вы видите лидеров, видите, что это действительно похоже на то, что хотя бы похоже, если вы видите, что народное. Надо помогать, надо отстаивать. Бизнесмены. Они думают только о своих деньгах. Но они не понимают, что когда, не дай боги, что-то случится, и в этой стране произойдет что-то нехорошее, не дай бог, или какая-то война, или еще что-то. Это все может быть теоретически в любой момент. То они будут никому не нужны. У американцев, например, есть свои там олигархи и свои какие-то бизнесмены. Зачем им местные? Даже с точки зрения здравомыслия бы и личной какого-то безопасности, пора бы уже задуматься, что только в спайке с народом можно что-то изменить. Но, к сожалению, похоже, что многие из них так и не готовы это понять. Но будем работать с теми, как говорится, кто понимает. Прежде всего, опираясь на народ. На народ прежде всего. Ну и надеяться и работать с теми отдельными, патриотически настроенными представителями во власти, которые все-таки имеют еще какие-то понятия чести, совести. Такие все-таки есть. Я не хочу говорить, что все прям беспринципные. Есть такие люди. Но другое дело, что их в меньшинстве, к сожалению. Предлагаю как-то более компактно отвечать, чтобы не затягивать. Горловое пение в эфир. Что в вашем понимании Русь пробуждается? Каковы критерии пробуждения? Горловое пение я смотрю сегодня один за всех. У тебя есть какой-нибудь приз? Приз есть какой-нибудь? Можем направить. За вопросы, за активность в эфире. Ну на самом деле вот то-то и печально, что активничают одни и те же. Вопрос в том, что что понимается под Русью? Русь пробуждается. Русь пробуждается, это когда женщины рожают от здоровых мужчин, здоровые женщины, больше здоровых детей. Когда мы видим социальную справедливость не только по телевизору, в рекламе, хотя мы ее там не видим сейчас, а в реальной жизни повседневной, когда мы видим реально народное правительство, когда мы видим реально представителей власти на местах, которые защищают интересы народа, когда мы видим возрождение культуры, традиций, исконной культуры и традиций нашего народа. Вот это и есть. Все. Русь пробуждается. Пока мы не видим всего того, что я перечислил. Но отдельные части от того, что я перечислил, оно уже видно, это пробуждение. В частности, в национально-культурном возрождении, национальное самосознание. Вот в этой борьбе за социально-справедливое общество уже видно, что больше и больше людей начинает об этом говорить на разных уровнях власти и вообще общества. То есть уже видно, что общество начинает созревать. Уже общество, может быть, даже начинает дозревать, я бы сказал. Поэтому надо просто присмотреться. И достаточно фактов, показывающих это. Артем Афонин. Здравия, Андрей. Знаете ли вы про Ари-радио? В частности, Владислава Карабанова. Если же нет, мне кажется, стоит вам объединить усилия. Ну, про Владислава Карабанова я, конечно же, заочно слышал, знаю. Про Ари-радио тоже, в общем-то, слышал, знаю. Но никогда с ним не имел возможности общаться. Никогда не имел с ним возможности как-то обсудить какие-то вопросы о сотрудничестве, либо просто подискутировать, поговорить. Поэтому мне тяжело делать какие-то выводы об этом радио, об этом человеке. Но я думаю, в любом случае, что то, что я видел и то, что я слышал, мне кажется, я так считаю, что в любом случае это положительный момент, который явно нам близок по духу, по своим убеждениям. И я думаю, что, наверное, рано или поздно так и произойдет, что мы объединимся. Если этот человек действительно стоит на тех же принципах, что и мы, если он действительно, то, о чем он говорит, действительно это для него убеждение, его истины, то я думаю, так произойдет в любом случае. И я, в общем-то, не сомневаюсь и думаю, что он искренен в своих высказываниях и своих мыслях. Поэтому по поводу объединения, да, я согласен, нужно объединяться, нужно встречаться. Ну, Москва, как говорят, не сразу строилась. Значит, наверное, еще время не пришло, придет чуть позже. Со всеми не успеешь встретиться сразу за один день, за один час. Поэтому по мере возможности ищем тех, кто вначале более отзывчив и идет на контакт. Ну, а там дальше уже по необходимости, по возможности смотрим. В любом случае, конечно, надо объединяться, безусловно. Далее, Валерий, вопрос в эфир. Андрей говорит общие фразы «все красиво, как политик на сцене». Что конкретно предлагаете? Ну, вот это наглядный пример, вот о чем я и говорю. То, что говоришь, 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 а в итоге люди, некоторые делают выводы, что говоришь, как политик, красиво на сцене. Да, действительно, говоришь красиво, как политик на сцене. То есть большинство людей, вот, например, приходят к нам иногда люди, вот ко мне лично, и говорят, давайте мы, вот, например, конкретно там в каком-то горе или выходят на связь, давайте займемся, вот, ну, к примеру, вот любой пример, вот я возьму отвлеченно. Давайте, значит, организуем какие-то, значит, семинары. Вот у вас движение, вот, например, в городе Москва. Ну, давайте организуем. Отличная идея. Вижу, взгляды совпадают. Человек говорит, в общем-то, что заинтересован. Единомышленник. Ну, хорошо. Дальше что? Дальше человек уходит. Проходит время, ничего не происходит. А потом человек начинает говорить. Да там просто говорят и ничего не делают. И такое очень часто. А фактически что за этим скрывается? Приходит человек, у него есть какие-то идеи. Но он не знает, как их реализовать. И он приходит и говорит, а реализуйте-ка вы мне вот эти идеи. Вот, а я там приму в них, фактически, получается так, а я там приму участие. То есть, получается, что, а ведь приходят много разных людей с разными идеями. И у нас, в общем-то, есть свои задачи, наиболее глобальные, которые мы решаем изо дня в день. Так вот, мы говорим, ты хочешь быть нашей частью? Ты лидер? Ты соратник? Ты хочешь что-то делать? Ну, пожалуйста. Мы чем можем, там, информационно, еще чем-то. Мы тебе поможем, чем можем. Всем, чем можем, мы поможем. Ну, ты организуй, значит, созвонись, свяжись, мы тебе поможем, там, подскажем, с кем, как. Ну, это ж надо начать и делать. А человек не знает, с чего начать. И фактически, он приходит, что вот у меня есть идея, но вы ее сделаете. А он ее не может реализовать. И таких людей масса. То есть, многие хотят что-то сделать, но они приходят и ждут, когда же за них что-то сделают. А дальше они идут в какую-нибудь Единую Россию. Ну, там, конечно, в большинстве случаев их просто пошлют, потому что там, если коммерческого интереса нет, то разговаривать вообще не будут. Но если вдруг увидят какой-то свой интерес, особенно перед выборами, ну, конечно, могут выделить деньги, что-то там для пиара провести, использовать чужие мысли, использовать чужие предложения. Потом все это в унитаз фактически результаты слить. Вот к чему это все приводит. То есть, получается, что вот в данном вопросе, ну, звучит как бы критика. Но моя задача сейчас, вот мы создали движение, мы сейчас говорим, мы сейчас обсуждаем, мы сейчас призываем людей задуматься и говорим о том, что мы знаем и что мы можем. И предлагаем, значит, людей присоединяться, дополнять чем-то, какими-то своими возможностями. Вот я считаю здоровый конструктивный разговор, когда человек приходит и говорит, я могу то-то, то-то и то-то. Вот я хочу то-то и то-то. Давайте будем, я вот готов в рамках движения заниматься вот этим. Пожалуйста. Если у нас кто-то этим занимается в каком-то городе, мы скажем, присоединяйся и дополняй. Может, у тебя лучше даже получится. Может быть, наоборот, те, кто сейчас этим занимаются, тебе будут помогать, а не наоборот. Ну или покажи просто результат. У нас нет такого, что там какой-то один командует, все остальные молчат. Пожалуйста, можно высказаться, можно предложить свое какое-то решение. Если оно действительно толковое, ну, конечно, мы его примем на вооружение и используем. То есть я к чему это веду? Потому что люди, большинство, вот они слушают, к сожалению, и думают, что вот поговорили, ага, все красиво, но ничего не делается. То есть фактически опять вот в этом вот таком упреке, в таких упреках зачастую звучит что? Да то, что просто люди сами не могут ничего организовать и кроме как критиковать, не понимая, в общем-то, вообще, что прежде чем что-либо делать, надо это озвучить. Надо донести до тех, кто еще вообще ничего не понимает, может быть, или наоборот понимает, но ищет. Так вот, надо, еще раз говорю, меньше критиковать и меньше домысливать и навешивать какие-то ярлыки, а больше подумать, чем я могу быть полезен. Вот у нас все говорят о том, что Родина, значит, кому-то должна там тому, тому, но почему-то никто не ставит вопрос, а чем я Родине помог, что я Родине сделал. У нас тут все время, не все, конечно, но многие ждут, что кто-то за них что-то сделает. Наше движение – это движение добровольцев, а у добровольцев, как бы это ни звучало парадоксально, ответственности с добровольцев еще больше, чем с тех, кто как-то по службе или где-то как-то принимает участие. Потому что доброволец – это человек, добровольно осознавший, что нужно делать то-то, то-то и то-то. Поэтому его уровень самодисциплины и конструктива должен быть еще на более высоком уровне. И тогда, конечно, этому добровольцу уже и честь, и хвала, и уважение, что этот человек что-то добровольно делает. Действительно, даже если человек что-то делает, у него не получается, или что-то получается, может быть, не так, как он хочет. Это не суть важна, потому что тот, кто делает, рано или поздно получит результат. Главное – делать. А вот критиковать и вот такие какие-то реплики недалекие – это вот, к сожалению, действительно многие этим злоупотребляют, не понимая сути наших задач и того, как надо действительно работать и чем дополнять и что делать. Просит тебя микрофон особо не шкрябать, не трогать, а то идут шумы, помехи. Далее. Дядя Вася, вопрос эфир. Какие основоположные идеи по развитию общества и государства вы предлагаете? Основоположные идеи? Ну, я уже говорил, что кратко наше движение выступает с такой идеей, как славянский ведический социализм. И вот в это уже понятие все встроено. И славянский фундамент, и ведическое мировосприятие, и социально справедливое общество. Ну, это так, в общем. Более подробно основоположные идеи по развитию общества и государства. Ну, вопрос очень размыт. Если мы сейчас будем вдаваться подробности, там какие-то уже экономические вопросы обсуждать, политические, но это может просто очень долго быть, поэтому если были конкретные более вопросы, я бы ответил. А полностью озвучивать я, ну, это долго, а конкретно я, в общем-то, ответил более подробно. Я думаю, что кому интересно, могут зайти на наши ресурсы, посмотреть, почитать примерно, за что мы выступаем, за что мы, в общем-то, боремся, и те наши принципы, лозунги, термины. И в этом уже, в общем-то, я думаю, кто хочет увидеть, тот увидит нашу позицию. Русь Ведическая, вопрос в эфир. Может, вам с партией Георгия Сидорова объединиться? Вы знаете, я не слышал, честно скажу, про партию Георгия Сидорова. Не знаю, что это за партия Георгия Сидорова и подразумеваю, что никакой партии Георгия Сидорова нет. Если подразумевается какая-то группа сторонников Георгия Сидоровов, может быть. Некоторых людей я его сторонников знаю. Но какой-то партии я никогда не слышал в первый раз. Поэтому, подразумевая, наверное, здесь некорректно задан вопрос. Но, опять-таки, даже отвечая в рамках вопроса, я еще раз говорю, мы готовы к диалогу со всеми здравомыслящими силами. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. Андрей П. Вопрос в эфир. Можно ли объединение трех групп? Первое – ведистов, последователей народной культуры. Второе – православных христиан. Третье – почитателей СССР, большевиков на основе образа прошлого от профессора Пыжикова. Конечно, можно. Можно. И это у нас реализуется в рамках нашего движения. Конечно, прежде всего хочу сказать, что фанатиков у нас нет. Каких-то неадекватных людей, которые не слышат мнения другого человека. И именно фанатики. У нас таких нет. У нас все люди адекватные, здравомыслящие, которые могут в целом картину видеть, а не отдельные какие-то пазлы из картины. Поэтому даже если есть какие-то христиане или люди советским уклоном, мы нормально находим общий язык, потому что мы вместе понимаем общие стратегические задачи. И у нас нет никаких разногласий. А отдельные какие-то тактические разногласия, ну так они наоборот даже хорошо, что и есть. Потому что это же... Мы же не дуболомы Ульфа Неджуса, как в книжке «Волшебник из уродного города». Мы живые люди со своими мнениями. И это хорошо, что у каждого есть свое мнение. А если люди имеют свое мнение, при этом еще объединяются и работают на конструктив, ну так это замечательно. То есть если это не мешает людям, а наоборот даже вот это разнообразие дополняет друг друга, и где-то в каких-то вопросах проще вырабатывать какие-то решения даже. А вообще, если на то пошло, то сейчас, в 21 веке, в условиях, когда над миром висит вот эта вот колоссальная угроза искусственной исламизации Европы, и вот это вот, значит, сопутствующее этому все терроризм, и там бандитизм, насилие и прочее. Конечно же, конечно же, все европейские культуры и Россия, как последний бастион, на пути вот этого мультикультурализма, конечно же, должны объединиться хотя бы только потому, что они все европейцы, и попытаться услышать друг друга и не идти на поводу партийцев или каких-то там продажных чиновников, политиканов, которые легко могут стравить, вон как на Украине, два братских народа в войне, а понять, что будущее наших детей зависит от нашего содружества. Россия может и сама, конечно же, противостоять и Америке, и Китаю, и Западу, но насколько долго? Вопрос. Поэтому можно, конечно, бить себе в грудь и говорить, что мы сами, но это ошибка. Я считаю, нам не надо откидывать те пророссийские, прорусские силы, которые есть в Европе, будь то католики какие-то, либо еще что, то есть это не суть важно. То есть надо пытаться все-таки объединять. А вот мы, в частности, если мы выступаем, значит, с точки зрения социальной справедливости, то это и сторонникам советской власти как бы близко, конечно, адекватным. Те, которые на первое место не идею ставят, а вот эти вот Эгрегоры, Ленина, Сталина и прочее, ну, конечно, с ними тяжелее иметь дело, мы с ними не имеем дело. Потому что это уже именно политики определенных каких-то зашоренных формаций. А даже не политики, а последователей. А политики ими руководят определенные, да, как КПРФ, например. А если же люди говорят о сути, о социально справедливом обществе, то, чего, в принципе, все-таки до конца не удалось реализовать в рамках Советского Союза, то, конечно же, с этими людьми мы работаем, потому что мы сами таких убеждений придерживаемся. То же самое, что, например, если брать религиозное какое-то различие. Ну, хорошо, я уже говорил, что есть атеисты, часть нашей истории, вот, при коммунизме. Есть христианство, была Российская империя, православное христианство. Тоже были многие победы и прочее в то время совершены. Но более глубокое, то, откуда мы все вышли, это родное дохристианство. Поэтому все люди, ну, здравомыслящие, они, когда это понимают, то отпадает, в общем-то, у людей стремление что-то спорить и доказывать. Опять-таки, если разобраться, то тоже православное христианство, кто является сторонником его, кому это близко, ввиду каких-то привычек или традиций от родителей перешло, то даже эти люди, и даже, кстати, многие священники, они сейчас-то все-таки, ну, 21 век, и те люди, которые так или иначе честны перед собой, они понимают, что да, действительно, в общем-то, во многом, во многом все, что сейчас есть в христианстве, особенно в православном, это все взято многое позитивное из ведической дохристианской культуры традиции. Очень много. Поэтому тоже это еще один как фактор для размышления, что стоит ли сейчас, скажем так, копию ломать из-за таких вот глупостей. Наоборот, я считаю, надо, ну, нравится людям это, пожалуйста. Другое дело, что даже церковь, да, она должна идти в ногу со временем реформироваться. То есть нравится людям это? Ну, хорошо, пусть это нравится, пожалуйста. Но церковь, она, как говорится, все-таки не должна насаждаться. У нас светское общество. И если народ хочет, вот как к Серафиму Саровскому, либо к Сергию Радонежскому, люди сами шли, а сейчас у нас, куда ни глянь, насильно, насильно, то есть идет эта пропаганда. Хотя, если разобраться, вот каждый человек, он должен сам решать, что ему ближе. Не с детства, вот он родился, а, пожалуйста, пусть человек сам определит. И на любом случае, вот чем, вот, например, я знаю многих христиан, таких воцерковленных, серьезных, которые к нам, к родноверам, ко мне лично, к нашему движению относятся гораздо более позитивно и сотрудничают с нами, нежели с официальным РПЦ. Почему? Потому что у них там внутри процесс свой раскол. Просто об этом многие не знают, может быть, люди, а очень большой раскол. Особенно после объединения, вот попыток объединения с католиками. То есть там свои, как бы, очень серьезные разногласия. И я в данном случае, я лично, поддерживаю все-таки позицию вот тех православных, которые на традиционном таком вот историческом православии стоят, христианстве православном, то есть без каких-либо там объединений с католиками и прочее. То есть мы не против, я считаю, должны быть католиков, но поступаться своими какими-то исторически сложившимися традициями, если кому-то это нравится, не нравится, но была такая часть истории, надо к этому с уважением относиться, а не прогибаться ради каких-то ежеминутных выгод политикам так выгодно. Вот я считаю, это неправильно. Тем более еще раз повторяю, что история уже писана-переписана, пора уже, хватит этим заниматься. И дело в том, что многие вот уходят из РПЦ, и во многом даже христиане, как бы, сами тянутся, например, к родным корням. Почему? Потому что они начинают осознавать, что человеку не нужен посредник между Богом и человеком. Даже как, например, волхвы. Сейчас многие волхвы фактически занимают место священнослужителям. Хотя, если разобраться, это ведь тоже не то, чего мы хотим. Мы хотим свободного обмена мнениями и информацией. То есть человек, который ищет, он должен иметь возможность услышать и познать. Но не должно ничего вводиться в догмы. Ну, хотя, опять-таки, если кому-то проще жить так, ну, пожалуйста, пусть так и будет. Но это не должно быть только так. И не должно это насаждаться как образ жизни. Что вот догма и все, и никак иначе. То есть такое дело, как личный духовный поиск, это, я думаю, дело лично каждого. Конечно, я приветствую и считаю, должно быть, чтобы все это было в рамках наших традиций. Я вот сразу хочу оговорить, что вот у нас в рядах нашего движения вообще нет, и мы категорически против каких-либо сектантов. Сектантов я имею в виду, ну, и среди родноверов есть какие-то неадекватные люди, и вот всякие баптисты, евангелисты. То есть вот то, что нетрадиционно для русского общества, для народов России. То есть нетрадиционно. То есть мы это не приемлем. То есть я считаю, что есть дохристианский период, есть христианский период, есть атеистический, советский. Вот это то, что было. И вот это, пожалуй, нравится, либо не нравится, но к этому надо относиться, ну, как минимум, с пониманием. А вот все чуждое, то, что извне нам как бы пытаются насадить дополнительно, вот это нам точно не надо. Ну, такое мнение. Поэтому объединение возможно, и оно и уже есть, и мы работаем на объединение, а не на раскол. И я еще раз говорю, мы готовы работать конструктивно со всеми, и работаем, кто действительно хочет этого. Те же, которые хотят только поумничать или кроме себя больше никого не слышат, ну, с теми, конечно, работать сложнее, либо вообще невозможно. Андрей Новиков задает тебе вопрос. Андрей, ты различаешь русский народ, в скобочках, народные сказки, герои, праздники, богатства, и русскую нацию, в скобочках, национальные праздники, богатства, герои сказки, род и наши. Ну, я вот смотрю, здесь знака вопроса не стоит, поэтому я, честно говоря, не понимаю вообще вопрос, это не вопрос, а во-вторых, не могу понять, человек как бы задает вопрос, как бы, ну, давай сделаем так, Алексей, ты сформулируй, как ты это понимаешь, а я уже тогда отвечу тебе на этот вопрос, как ты его сформулируешь, как ты его видишь. Потому что я, например, не до конца понимаю его. Я так предполагаю, что Андрей хочет от тебя услышать, различаешь ли ты русский народ и русскую нацию, потому что народ это то, что идет от рода, а нация это то, что идет от рода. Я хочу сказать так, что, в принципе, эти понятия можно не различать, но я, я, я бы все-таки, конечно, бы различал, потому что русский народ, я считаю, это действительно, ну, именно такое, наверное, что-то ближе к этническому. А вот русская нация, это действительно, в моем понимании, те же якуты, буряты, калмыки и многие другие коренные народы России, которые могли бы тоже себя назвать русской нацией. Но сейчас вот придумали другую формулировку российская нация, но это уже с привязкой к месту, то есть абсолютно вычеркивая русский государство, образующий народ, что, разумеется, является преступлением. И не просто преступлением, а это целенаправленная диверсия. А что касается, значит, вот русской нации, в таком широком смысле, это такой общерусской нации, я бы так даже сформулировал, то, конечно, это было бы правильно. Но русский народ, русский народ, это действительно, наверное, чуть-чуть другое, это более этническое. Вот поэтому, пожалуй, что незначительное различие в этом все-таки я лично вижу. Это лично мое мнение. Ну, пожалуй, я думаю, что, во-первых, вопросы закончились. Во-вторых, я думаю, что как раз уже у нас получилось аж три часа. Я думаю, что слушатели, наверное, тоже уже подустали. Тем более вопросы по большому счету одни и те же. Мне уже, честно, и неинтересно одно и то же говорить, потому что они повторяются. Но в любом случае, надеюсь, что слушатели поймут. Надеюсь, что слушатели будут не столь привередливы и терпеливо выслушали все это, задумались. Благодарю Алексея Орлова за возможность пообщаться. Надеюсь, что мы не последний раз, конечно же, вышли на связь. И когда будет какой-либо серьезный повод, думаю, что мы будем общаться, вновь выходить на связь. Иногда, чтобы все-таки не только мы знали о каких-то наших свершениях, но и наши единомышленники, наши какие-то, значит, сторонники могли узнать о наших свершениях. Еще раз говорю, что приглашаю всех в сотрудничество, вступайте в ряды нашего движения, реализуйте свои идеи, открывайте отделения на местах, где вы есть. Мы готовы по мере сил способствовать этому. Главное что? Чтобы идеи у нас совпадали, чтобы люди работали по совести и не ради собственных шкурных интересов, а прежде всего ради наших общих народных, национальных интересов, славянских интересов. Поэтому еще раз благодарю всех за внимание. Извините, если, может быть, где-то затянул с ответами. Но хочется раскрыть как можно больше тем. Из-за этого немного получается более затянутые ответы. Но еще раз говорю, надеюсь, что, в общем-то, всем понравилось. Благодарю за внимание. Ну и вот Алексей Орлов, наверное, тоже в завершение что-то сейчас скажет. Благодарю тебе за столь интересные высказывания, за то, что, честно, откровенно поделился своими мыслями, представлениями. И мне остается только пожелать всем нам добра, поблагодарить всех нас за столь интересный познавательный эфир. И, естественно, в конце напомнить, что сегодня по одному из современных календарей, 2 февраля 2018 года, пятница, по одному из старинных тринадцатый день месяца в юг и стужи, 7526 лета седьмица. Сила славян в единстве. Это не только утверждение, это еще и заголовок сегодняшнего нашего живого эфира, который подошел к концу. Автор-сказитель Андрей Родионов и помогали нам вести этот эфир все наши радиослушатели и зрители Народного славянского радио, которые задавали свои вопросы в чате slavradio.org и в чате нашего YouTube-канала youtube.com слэш славрадио. Так держать, друзья мои, радионародное. Трудимся мы для народа, для того, чтобы все наши народы жили в мире, в радости, потому, как было завещано нашими великими предками. Насим я прощаюсь. Слава славянам. Вечная слава. Насим я прощаюсь с вами, друзья мои. Быть добру. Желаю всем добра. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова